Доброе утро, Татьяна! Давно уже с вами не встречались, и наш бизнес-завтрет лично, который у нас идет как отдельным проектом в последний раз, когда были в декабре, 2 декабря, да, Татьяна? У нас традиционно, что нас ждет сегодня? Нас ждет сегодня, безусловно, интересный рассказ Олега, рассказ наших гостей, рассказ наших спонсоров. Мы здесь в Амстердаме все время проводили наши бизнес-завтраки в течение уже последних двух лет, но тут произошел ремонт. И мы, честно говоря, немножко тут, как вы знаете, вот с Татьяной, Татьяна является директором бизнес-завтрака, прошу, давайте поблагодарим за то, что мы здесь сегодня находимся, и за эти прекрасные сыренькие бутерброды, которые сегодня... Она жарила, естественно. Она утром приехала, пожарила, конечно, да. Бутерброды намазала. Бутерброды намазала, сейчас, причем я пойду посуду. Но здесь, видите, как-то поменялась аура и атмосфера, и энергетика, совсем другая. Мне кажется, здесь как-то стало пусто, на мой взгляд. Сера, да. Однозначно. Не ярко, если правда. Сера, пусто, не ярко. И вот эта привлекательность, эта камерность, которая была в этом маленьком помещении, она куда-то пропала. Но это значит, что мы все должны развиваться и двигаться куда-то вперед. Мы, надеюсь, вас порадуем чем-то нибудь более вкусным в ближайшее время. Да. Итак, касательно наших регламентов. Что мы делаем? Мы сейчас, я представлю своего замечательного партнера и друга, и товарища, и одноклассника, с которым мы через месяц в школе Сколково, Олега Георгиевича Сковоротникова, в которой генеральный директор является компанией, крупнейшего разработчика интернет-сайтов и лидера в области продвижения интернет-сайтов. А он представит наших гостей сейчас. Потом мы представим все вместе и начнем наш сегодняшний бизнес. Олег, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Слышно меня, да? Более-менее. Ну, если ты будешь говорить громче, да. Зачем же у нас оборудование? Ну, хорошо. Это для записи. Все, понятно. Прежде всего, Рома, спасибо тебе за возможность практически каждый месяц встречаться, обсуждать какие-то интересные штуки в области интернет-маркетинга. И когда мы начинали осенью прошлого года, я не был так уверен в том, что вот мы будем регулярно выходить, собирать интересную аудиторию, выходить в эфир, что будут какие-то вопросы из зала, будут у нас гости. Тысяча просмотров твоих видео. Иностранные, интересные оппоненты. И вот все получилось. Поэтому я тебе благодарен. И тебе это и Таня. Она убежала жарить сырники. Сегодня я приготовил третий уже бизнес-завтрак в режиме сырников. Первый был у нас посвящен трендам в области веб-строительства. И мы разбирали тенденции, которые будут актуальны в 2015 году в плане разработки сайтов. В декабре у нас был бизнес-завтрак, посвященный продвижению. У нас выступал колл-тач. И мы разбирались с тем, какие тенденции в продвижении сайтов будут наиболее эффективны, актуальны и интересны. Сегодняшний наш бизнес-завтрак посвящен конверсии. То есть сегодня мы будем разбираться. Мы уже разобрались, какие сайты нужно строить, откуда брать трафик и какой. И теперь наша задача сделать так, чтобы этот трафик на сайте конвертировался в заказы. И, собственно, вот этому всему посвящена наша встреча. И в рамках этой встречи я мало того, что расскажу о тех инструментах, которые присутствуют на рынке по повышению конверсии, дам свой какой-то комментарий в этой области, также я дам свой прогноз. Я считаю, что мы находимся в очень интересной точке развития интернет-маркетинга. И в 2015 году будет какой-то взрыв в плане вот этих вот внешних инструментов, которые увеличат конверсию. У меня есть свои мысли, свой прогноз того, как это произойдет. Теория большого взрыва. Чтобы нам не было скучно, я пригласил оппонента. Это Алексей Иванов, генеральный директор сразу, по-моему, двух компаний. Одной. Одной? Ну, Леша лет 10 занимался поисковой оптимизацией, и его компания была одним из лидеров на этом рынке. Потом ему стало скучно, и сейчас он ушел в консалтинг, в преподавание и в бесконечные выступления от Калининграда до Владивостока. В общем, Леша очень популярный спикер и один из самых грамотных людей в области интернет-маркетинга, которого я знаю. Поэтому все, что я скажу, Леша будет либо поддерживать, либо опровергать. И мне, давайте, может быть, Алексей попросим вас еще потом делать резюмение в конце встречи. Хорошо, да. И как бы вы идите сюда и сделаем так, чтобы у нас... И все опровергнут. И в голове у нас все должно уложиться, что нам делать. Да, да. Собственно, я не говорю, что я вот истинно в последней станции. Мы все собираемся вместе для того, чтобы разобраться в тех вопросах, которые мы решили обсудить. Рядом с Алексеем сидит Надежда. Она представляет V-Interactive. Замечательная компания, с которой я познакомился примерно месяц назад. Сначала я думал, что это... Очень быстро у вас как-то связь. Ну, диджитал... Диджитал рынок, он на больших скоростях работает. Изначально я думал, что эта компания полностью лондонская. Потом я все-таки понял, что головная компания у вас немецкая, да? Нет? Лондон. Все-таки я был прав. В общем, я путаюсь. Несколько десятков стран, в которых работают инструменты по повышению конверсии, которые сделали V-Interactive. Несколько десятков наград в Англии и в Европе за эти инструменты. И, наверное, сотни, если не тысячи кейсов по успешному внедрению разных инструментов увеличения конверсии. Надежда сегодня выступит с отдельным докладом и расскажет нам, какие из этих инструментов... Я, по крайней мере, точно так, когда мне звонил ваш руководитель, плюс 44, потому что вы звонили с Лондона, на самом деле. Алло, как вас прогнозы? В общем, готовьте вопросы к Надежде, она отдельно как бы обо всем этом расскажет и покажет. Плюс я пригласил с собой из офиса своих коллег для того, чтобы они также послушали мои предположения и прогнозы, и также чтобы была возможность помочь мне ответить на какие-то каверзные вопросы, на которые я сходу, может быть, не отвечу. По поводу моих коллег, вот сидит молодой человек спортивного сложения, пристань, Костик, атлетического, да. Это Константин, он у нас веб-аналитик, и я его пригласил для того, чтобы вы имели возможность посмотреть на человека, который, собственно, непосредственно ставит всевозможные инструменты по увеличению конверсии на сайты, отслеживает их эффективность, пишет после этого всевозможные отчеты по поводу того, хорош этот инструмент или плох. В общем, вот, чтобы было вам понятно, что за люди работают с теми инструментами, которые мы сегодня обсуждаем, вот Константин такой человек, соответственно, если будет вопрос не по теории, а по применению конкретных этих инструментов, вот, пожалуйста, можно к Константину обратиться, он как бы либо поможет мне ответить, либо сам на что-то ответит. Также здесь еще есть мои коллеги, давайте вы лучше все втраве встаньте, вот, Павел, Виктория и Сергей. Они специализируются на разных коммерческих вопросах, то есть, вот, научные вопросы ко мне, коммерческие вопросы к ним. Спасибо, мы вас отдельно не будем представлять, соответственно, все это... Да, все они имеют большой опыт в интернет-маркетинге и также глубоко в этом вопросе разбираются. Ну, по традиции, Рома, давай, наверное, познакомимся со всеми, кто пришел, и потом начнем. Начнем с этой стороны. Доброе утро. У нас принято, примерно, следующим образом. Второе, то есть, ну, можете сидеть, можете встать. Не, на первый раз. А, первый раз? Третий. А, третий. Ну, тогда вы приказы знаете. Доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Александр Русин. Представляю площадку авто.демир.ру. Коммерческий директор этого проекта, поэтому вопросы конверсии, монетизации, все это актуально, послушайте, с удовольствием. Спасибо большое. Доброе утро. Доброе утро. Я у тебя зовут Светлана Искрова. Я управляющий директор компании «Консалцева», и просто мне интересно, что происходит на интернет-маркетинге, как этими пользоваться, потому что клиентам, что-то сказать. А в какой области ваш «Консалцева»? Управленческий, юридический, финансовый. Спасибо. Очень рада вас видеть. Евгения, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Я вам встала, что была Вина, Евгения Пуцуева. Доброе утро всем. Представляю Всероссийскую школу блогеров. У нас в рамках обучения есть несколько предметов, которые увеличивают, в том числе, и доходность собственного блога. Поэтому сегодня прямо один день для того, чтобы послушать новую информацию и посмотреть, какие тренды сегодня существуют. Продолжение следует. Доброе утро. Доброе утро. Игорь Пикшуев. У меня небольшая компания, которая занимается бизнесом и курением на скважину. У нас есть сайт, который абсолютно заброшен. Мне просто будет интересно познакомиться, во-первых. Во-вторых, послушать, что это бизнес, какие есть в сфере конверсия. Спасибо большое. Но я так понимаю, вы клиента получаете не из сайта, да? Ну, практически. Большая часть не из сайта. Наши дорогие гостей вы уже представляете. Если хотите, можете еще раз представиться, да, с удовольствием, пожалуйста. Надежда, компания Винтер Эктив, она из Лондона, пришла рассказать о том, как при минимальных затратах повысить рост продаж на ваш сайт. Отлично. Алексей Иванов, агентство IC-маркетинг. Олег уже подробно про меня рассказал. У нас скоро будет 16 лет агентству. Мы так исторически сложилось, когда его открывали, решили заниматься привлечением клиентов через интернет для бизнеса. Тогда, конечно, клиентов в интернете было мало, инструменты с тех пор меняются, но суть бизнеса остается. И, потому что Олег говорит, сейчас много, я занимаюсь обучением, на самом деле, считаю, что сейчас это очень важная составляющая, потому что инструментов много, надо мы об этом еще поговорим. А вот понимать, как всем этим пользоваться, чтобы это пользу бизнесу приносило, вот это важно, это как часть этой работы для решения той же самой задачи, помочь нам бизнесу привлечь клиентов. В принципе, вот этим и занимаюсь. Спасибо большое. Доброе утро. Да, вот с девушек начнем. Я сейчас буду с работой в релансе. Пришла узнать, интересно, если вы будете здесь предложить. С Викторией мы уже знакомы, да? Молодой человек, доброго утра. Доброе утро всем. Меня зовут Владимир Шипаков. Я являюсь, мы являемся эксклюзивным представителем реландского бренда, с времен класса одежды. Новый бренд, который пришел на рынок в России. Ему сейчас мы пропускаем. Прямо с одной стороны, попали, да? Ну, с одной стороны, кризис, с другой стороны, это возможности. И, соответственно, мы сейчас пытаемся найти варианты, как можно развивать. А бренд это мужской? Да, мужской бренд. Потом будем рады, чтобы вы к нам присоединились и рассказали более подробно. Доброе утро, Настя. Доброе утро, Настя. Я помощник руководителя и я думаю, интересно, вам присоединить и участвовать. А вы, потому что сейчас после запуска вы уважаетесь, как вы в жизни, соответственно, все идеи, все, что они у нас будут уважать на риск. Хорошо. Доброе утро. Саид, я тебя не узнал. У тебя, наверное, был безумный спрос в декабре, да, все твои услуги? Безумный спрос в декабре и сейчас, так что все вы открывали, а не участие произвлечения в приемах. Кроме того, помогаю получать вопрос по управлению личными финансами и составляющим личным финансовым планом. Сейчас в это время очень полезно, как и для собственных участвований. Спасибо большое. Спасибо. Кто из вас не представлялся? Это Паша, вы добрый утро. Павел, ну скажи что-нибудь, Паша. Скажите и вы, да, Константин. Я Константин, работник компании Бипло. Ну, я аналитиков, если будут вопросы по отношению к конверсии, обращайтесь. Хорошо, спасибо большое. Переходим, как говорят, доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Слав, я представляю компанию Винтеррактив. Вместе с Надеждой пришел. Если будет вопрос по отношению к конверсии, обращайтесь. Отлично. Подожди, Ром. Да. Павел, мы вместе работаем 15 лет. Огромный опыт в интернет-маркетинге. Скажи, Паша, что-нибудь. Меня Павел зовут. Доброе утро. В интернете есть деньги по-прежнему, да? Да, в интернете деньги есть, клиенты есть. В общем-то, интернет-записк, мы с вами встаем. Сейчас запускается достаточно интересный по этому субъекту. Снабжение деревень и интернетом. Снабжение деревень и интернетом. Да. И, соответственно, аудитория становится все больше и больше. Деревят все заниматься. Почему нет? Почта России работает везде. Продолжение продукции. Отлично. Фермеры богатеют? Ну, это правильно, да. Коробки будут стоиться через интернет. Николай, доброе утро. Доброе утро, Николай Любецкий. У меня небольшая студия нарисованного видео. Мы помогаем бизнесу интересно, коротко рассказывать о своем проекте, продукте. Создавая такой простой, интересный, привлекательный, почти что мультипликационный контент. Который позволяет просто объяснить сложные вещи, либо там повысить конверсию на сайте. Благодарю твоей компании, потому что твой ролик очень популярен на нашем канале YouTube. Вот, кизно-завтраке. У меня детеныш очень любит. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Я Светлана Херш. Когда-то я работала в компании BVIP, заместителем Оскара Хартмена. Потом, последние два года я занималась со своим ребенком. И сейчас я возвращаюсь к активной жизни. И мне интересно, что произошло за эти два года. А куда? К Оскару или в отдельный? Нет, не в Оскару. Оскар помогает мне возвращаться в активной жизни, да, активно. Но где-то в параллеле они... Тоже в фэшн? Ну, пока не могу сказать. Это секрет. В процессе, ну... Желаем успехов. Всегда приятно, когда... Самое главное, знаете, я рад, и мне кажется, это самое главное для девушки, после которой она прошла этот путь. Вот эта мотивация вернуться обратно. Ведь не все это хотят, во-первых. А когда еще есть желание что-то делать самостоятельно, быть самостоятельно. Из-за семьи это прекрасно, мне кажется. Поэтому и вы прекрасная мама, и хороший бизнес с вами. Я здесь живу. Ну, конечно. Доброе утро. Еще раз, да? Здравствуйте, Сергей, компания ВИПРО, специалист коммерческого отдела. Готов ответить на любые вопросы, связанные с организацией продвижения ваших интернет-ресурсов. Помогу ответить на вопросы, как правильно и грамотно составить медиаплан, для того, чтобы достичь поставленных целей привлечь потенциальных клиентов на ваш сайт. Хорошо, спасибо. И пока вы здесь представляете, вы не поверите даже, какой человек посидел сегодня у нас. Это Юра Белоношенко. Это человек-айронмен, действительно, в России. Это человек, который, по сути, принес в Сколково, мы все, спорт после этого. И вообще, это прекрасный человек, который, ну, я тебя очень рад видеть, Юра, на самом деле. И спикер, который сидел здесь, и фантастически интересный докладчик. И у него прекрасная жена, которая делает невероятный проект с детьми. И мы уже вместе его делаем. А, уже все вместе. То есть ты уже все закончил с финансами? Да. Ну, тогда скажи мне пару слов, что это сидит. Меня зовут Юрий Белоношенко. Я занимаюсь детским образованием дошкольным. У нас сеть детских центров раннего развития. Бэдик-клуб. Отлично. Вам будет куда-то пристроить своего детеныша. Ну, все, друзья. Теперь, я думаю, вы уже начинаете. Ром, у нас еще один гость. Я не знаю, вы подождем были как? Или будем до свидания? Процесс. Таня, что там с гостями? Не задерживай уже. Давайте. Здравствуйте. Сразу представить. Да, вот у нас есть местечко. И можно сразу представиться. Игорь, я зовут Смиртов. Так, я в этот раз фундаментально подошел к своему докладу. Сделал более-менее приличную презентацию. И что самое ценное, я прочитал пять книжек про конверсию сайтов. Четыре из которых я хотел бы вам рекомендовать. Ну, тогда будешь пальцем. Или кого-то давайте попросим. Как-то нам придется. Таня, Татьяна. Таня, ты можешь перебить, чай. У меня полкунпай есть. Сейчас, секунду. Снимай первого. Олег, ты говоришь, чудесная спала. Следующий слайд. Так, не тянусь. Попрошу поищу, можно я? Попрошу по. Поехали. Не махну рукой. Итак. Я могу прикордать. О, есть, да? Есть? Видишь, каких мы ценных гостей пригласили. Исполнитель. Сегодня мой рецепт спаситель. Исполнитель. Так, ну, я поехал. Рома там, я надеюсь, настроит это все дело. Значит, книжек всего пять. Две из них российские, две американские и одна из прекрасного города Лондона. Из пяти книжек я хотел бы вам рекомендовать четыре и рассказать, в чем их ценность. Верни, верни, пожалуйста. Нет, я это тебе только скажу. А, вот так вот. Первая книжка, которую я хотел бы рекомендовать, это «Добрый друг» проекта «Бизнес-завтрак» и Рома Дусенко Андрей Парабеллум, человек, который написал примерно 150 книжек и одна из них про удвоение продаж в интернет-магазине. Андрей, по моей оценке, не является классическим интернет-маркетологом. Его специализация все-таки продажа и коммуникация. И во вторую очередь то же самое, но в интернете. Значит, на эту книжку несколько сотен позитивных отзывов в интернете и несколько десятков крайне негативных. То есть книжка такая скандальная. За что ее хвалят? Ее хвалят за то, что в ней ноль теории и процентов 70 ценной практики каких-то фишек, которые Андрей посмотрел на своих сайтах и придумал, как это можно применить на других сайтах. И он открыто и подробно пишет, как это сделать. Поэтому вот эта книжка для тех, кто считает себя практиком. Для теоретиков эта книжка никакой ценности не представляет. Никакой глубокой теории вы здесь не подчеркнете. Это книжка, которую написал профессиональный, один из лучших тренеров области продаж в России и области коммуникаций. Здесь его мысли по поводу того, как теория продаж и теория эффективных коммуникаций влияет на продажи. По поводу критиков, которые кричат, что все это фигня, что это слишком просто, что каждое из предположений Андрея можно опровергнуть, либо они устарели. Теоретически, когда в это зарываешься, начинает тебя червь сомнения подтачивать. Может быть, не глубоко копает товарищ. Но глядя на клиентов и глядя на катастрофическое количество грубых ошибок на сайтах, которые приходится видеть каждый день, я все-таки рекомендую всем вот эту книжку почитать. По крайней мере, читается она примерно за два часа. Я думаю, что эти два часа того стоят. Прекрасная книжка Бена Ханта. Это товарищ из Лондона. Значит, в прошлом он лет десять занимался поисковой оптимизацией. Соответственно, весь наклон этой книжки в то, как получить максимум конверсии за счет правильного трафика, который мы должны на сайт притащить. У него есть ключевой термин, который называется лестница узнавания. Смысл этого термина заключается в том, что в принципе большинство интернет-маркетологов в мире неправильно привлекают трафик. Мы все любим трафик по узким запросам. Занимаемся мы бурением скважин, как вот вы, например. Соответственно, мы покупаем контекстную рекламу по запросу бурения скважин, покупаем поисковую оптимизацию по этому запросу. Бен Хант считает, что есть так называемая лестница узнавания, и нужно работать с гораздо более широким списком запросов, и нужно уметь конвертировать тех людей, которым прямо сегодня не нужна ваша услуга, или которые еще не осознали, что она вам нужна, но она им обязательно понадобится в будущем. Для этого он предлагает сайты превращать в такие достаточно большие порталы, на которых много разного контента для разного категории покупателей, и он в своей книге приводит также массу ценных полезных советов. В общем, вот все, что касается привлечения трафика, это вот к этому товарищу Бену Ханту, и он также очень подробно пишет о том, как устроена поисковая оптимизация в Великобритании. Поэтому вот такой взгляд оттуда. Книжку крайне рекомендую. Вот эта вот книжка из Америки, если я не ошибаюсь, авторы живут в Нью-Йорке, оба они, там мужчина и женщина, имеют арабское происхождение, при этом они работали в каком-то очень крупном американском стартапе, который они не называют по каким-то причинам, но явно люди крайне опытные. Они психологи. Соответственно, вся эта книга про то, как... Фамилия? Халид Салех. Халид Салех. Второй автор Айят Шукайри. Простая русская фамилия. Айят Шукайри. Значит, еще раз, они оба психологи, и в этой книге нет ни слова про трафик, и в основном они пишут про то, как работать, как правильно сайт должен представлять продукт правильной аудитории. Значит, ключевая их идея – персонажи. Как они работают? Они приходят в компанию X и говорят, ваша целевая аудитория состоит из, допустим, шести персонажей. Вот это Лиза, у нее трое детей, она не работает. У нее есть муж Владимир Петрович, и когда Лиза покупает пиццу, для нее важно, чтобы она была из хороших ингредиентов, потому что она эту пиццу даст своим детям. А вот это вот Вася программист, он одинокий, ему пофигу, какие ингредиенты в этой пицце, главное, чтобы быстро привезли. А вот эта вот Серафима, она веб-дизайнер, для нее важно, чтобы пиццу принесли в красивые коробочки, а что внутри коробочки уже вторично, как бы вот ее эстетические вещи волнуют. В общем, что они предлагают? Они предлагают для каждого сайта визуализировать целевую аудиторию, прямо вот нарисовать, изобразить, описать те персонажи типовые, которые приходят на сайт, но этого им оказалось мало. Они эти шесть персонажей делят еще на сангминников, холериков, флегматиков и меланхоликов. В связи с этим предлагают разные варианты подачи контента для разных типажей характера. И говорят, вот это вот импульсивные люди, им нужны какие-то яркие эмоции, яркие слоганы, которые на них подействуют, соответственно, они свое решение примут на основании вот таких вот вбросов. Другие люди, наоборот, на них в меньшей степени влияют какие-то рекламные призывы, им нужно почитать подробную статью про этот товар, и только прочтя ее подробно, они сделают вывод о том, что они ее хотят купить. В общем, вот эта книга, я бы ее назвал такой вот, ну не буду называть, не Библия, но такой очень хороший качественный учебник, который написали психологи, которые решили со своей стороны подумать, как психологи. Повышение конверсии веб-сайта. Да, повышение конверсии веб-сайта, так они на русский перевели. Conversion optimization, да. Так, и третья книжка, также из Нью-Йорка, чем она интересна. Написал ее Бенжи Рэбхэм, пишет, что он в прошлом веб-дизайнер, и что у него отец актер, и он без конца к своему отцу отсылает, то есть тут такой вот немножко темпераментный подход к тому, как разобраться с конверсией. Вот эта книжка номер один по версии New York Times, то ли за прошлый год, то ли за этот. И Бенжи много там хвалит свою компанию, свой подход ко всему этому делу. У меня такое ощущение, что эта книжка безобразно переведена, поэтому большинство ее разделов читаешь, и как-то вот ощущения странные возникают. Поэтому, если хорошо знаете английский, рекомендую просто в оригинале ее почитать. Две главы из этой книжки мне показались крайне ценными. Это глава про связь дизайна и конверсии, в которой он пишет о том, что в целом дизайнеры никогда не любят думать про конверсию. И дальше он вот с помощью разных примеров и показывает, и объясняет, в чем именно проблема между дизайном и конверсией. И вторая вещь, абсолютно новая, которую вы нигде не найдете вообще в другой литературе, он, наверное, один из первых, кто написал про конверсию адаптивных и мобильных сайтов, потому что это достаточно новая вещь, я в литературе еще не встречал. Там он говорит очень простые вещи о том, что если вы набираете сайт на смартфоне, то, скорее всего, вы хотите потом в эту компанию позвонить или туда приехать. Поэтому обязательно, кроме меню, которое сейчас называется «Гамбургер» на мобильных сайтах, добавляйте туда кнопку «Позвонить» и добавляйте туда геометку, чтобы люди быстро могли ткнуть и найти карту того места, куда вы приедете. В общем, вот в этой книге я рекомендую две главы. Главу про мобильные сайты, про их конверсию и главу про веб-дизайн. Еще была одна книжка, которая мне показалась малоценной. Ее не буду рекламировать и рекомендовать. Она называется «80 ценных советов, как увеличить конверсию сайта». Вот не понравилась. Итак, с книжками мы посмотрели. Мне просто интересно, кто читал хоть одну из этих книг. Поднимите руки. Леша, молодец, тебе я не сомневался. Надеюсь, что ты читал все четыре. В общем, если вам мое выступление покажется недостаточно подробным, полным или правдивым, отсылаю вас к первоисточникам. Нет у нас в мире пока ни одного института или университета, в котором бы преподавали повышение конверсии сайтов. Как ни странно. Все, что вы можете подчеркнуть, это либо какая-то практика из выступлений на разных конференциях, где очень любит выступать Леша Иванов, либо те книги, немногие, которые сегодня доступны. Теперь давайте немножко поговорим про данный термин, про конверсию, и определимся, что же все-таки такое конверсия, как ее понимаю я, чтобы было понятно мои прогнозы и мои выводы. Итак, Леша, кстати, ты можешь что-нибудь еще из книг посоветовать, вот кроме тех, которые я показал. Ну, наверное, на эту тему все. Вообще, книги по психологии имеют смысл, наверное, по работе с клиентами, даже не обязательно с интернетом связаны, просто чтобы понимать, да, что людей волнует, вот это важно. В принципе, на мой взгляд важнее. Мне интереснее тебе вопрос задать, как ты считаешь, насколько психология описана нью-йоркскими авторами, они все-таки про американского потребителя пишут, насколько, на твой взгляд, это применимо к нашему потребителю. Когда читаешь эту книгу... Они же кверх ногами ходят там. Да, давайте к ней вернемся, книга очень важная. Давайте вернемся к этой книге. Значит, о чем пишут Халид и Айят? Они пишут о следующем. Пункт первый. Реальная конверсия большинства среднестатистических сайтов находится на уровне 2-3-4%. То есть 98-96% посетителей уходят с вашего сайта, не сделав там ничего. Они вам не звонят, они не делают заказ, не задают вопрос, они никаким образом с вами не вступают в коммуникацию. В принципе, это ужасно. И в своей книге они нудно, подробно, детально пишут о том, как из этих 2% сделать 10% с помощью, скажем так, глубокого и качественного улучшения контента твоего сайта. И где-то улучшения каких-то коммуникационных элементов. Что они еще пишут? Второй параметр, который меня шокировал, они пишут американские данные. В Америке 85% корзин являются брошенными. Катастрофическая просто цифра. У них были клиенты, у которых показатель брошенных корзин достигал 97%. Можете себе представить? То есть интернет-магазин, в нем как бы контент, представлены товары, все хорошо, люди кликают в корзину, и из 100 кликнувших, добавивших товар в корзину, только 3 заканчивают оформление. То есть в среднем в Америке удобство интерфейсов оформления заказа на самом деле ужасно. И они говорят о том, что применив их, скажем так, идеи, технологии и рекомендации, можно этот показатель уменьшить до 20%. И они это доказывают. Поэтому у меня нет совершенно никаких причин им не верить. И абсолютно все кейсы, о которых они пишут, они применимы в России. Единственное, что у меня все-таки такое ощущение, что у нас намного более продвинутыми являются владельцы сайтов, и у нас никому нет необходимости объяснять, допустим, что плохо работают длинные формы. А у них там целая глава этому может быть посвящена. То есть какие-то вопросы в России, они очень глубоко проработаны, и для нас они становятся уже мало актуальными. Но тем не менее, за счет того, что они вот так вот всю грядочку аккуратненько вскопали от начала до конца, они выравнивают вот так вот знания. И мне кажется, что у меня совершенно не возникло ощущения, что здесь есть какие-то фишки, которые для России будут избыточные, кроме вот некоторых простых вопросов, которые мне показалось, что мы с ними уже разобрались. Итак, мы возвращаемся к вопросу, что такое конверсия, как я ее понимаю. Пункт первый. Я считаю термин «конверсия сайта» вообще малоценным и неинтересным. Почему? Потому что, произнося слово «конверсия сайта», мы всегда получаем результат переработки трафика, который на этот сайт пришел. Поэтому конверсия очень сильно зависит от того, какой трафик в данный момент, в момент, когда мы ее меряем, на сайте присутствует. Второй момент. Бессмысленно сравнивать конверсии сайтов, которые рассчитаны на то, чтобы получить телефонный звонок, сайтов, которые рассчитаны на то, чтобы получить оформление корзины, сайтов, которые рассчитаны на то, чтобы получить подписчика. Это абсолютно разные конверсии, и поэтому сравнивать можно только какие-то очень сильно однотипные сайты с одинаковыми элементами коммуникации. Что еще? Ну, допустим, какой-нибудь интернет-магазин бытовой техники, то мы будем иметь совершенно разную конверсию в феврале 2015 года и в феврале 2014 года, потому что было разное состояние экономики. То же самое можно сказать про всякие там вопросы. Ну, возьмем торговлю цветами там и 8 марта. Соответственно, конверсия сайта будет совершенно разной там накануне 8 марта и после 8 марта. У нас еще очень погода была. То есть, ну, просто если погода плохая, все, продажи просто нормальные. Ну, то есть, холодно, пасмурно, все, народ упалит. Как-то погода хорошая? Согласен с вами, в одной из книжек есть кейс про продажу зонтиков в дождь. Собственно, в любой теории продаж это является таким хрестоматийным явлением. И его изучают и на любых семинарах по продажам, и в бизнес-школах о том, что зонтики нужно продавать тогда, когда идет дождь. И в этот момент все продавцы зонтов повышают цены и зарабатывают на этом. Даже платье надо продавать, когда идет дождь. Женщина сидит дома, а не едет куда-нибудь в торговый царь. Вот видите, как Леша у нас интересное добавляет. Так и есть. Так вот, ни на одном сайте в интернете в мире я не видел баннера, который бы давал зонтики в дождь или солнечные очки в яркую солнечную погоду. Но вот кто-то из этих авторов рекомендует. Поэтому, собственно говоря, все это можно и нужно сделать. И Леша прав. Нужно просто читать книги о продажах вообще, включать мозг. В России это сложно. Надо написать на сайте. Через два месяца будет дождь, закажи Почту России прямо сейчас. Зонтик. Тоже своя специфика. В общем, вот об этом хотел сказать. Дальше важные моменты. Вот представьте, на сайте есть конверсия. Мы ее назовем, допустим, ее показатель А. На самом деле, что такое конверсия? Допустим, это конверсия в корзину, в оформление заказа. Допустим, данный сайт умеет перерабатывать тысячу посетителей в 100 оформленных заказов. Прекрасная конверсия 10%. Но если конверсия увеличится на 10%, что произойдет с стоимостью этих заказов? Будет ли она тоже изменена на 10%? Вряд ли. Она может увеличиться еще больше, а может даже упасть. Потому что вполне возможно, что у вас, ну допустим, пропала прописка по каким-то дорогим товарам, поднялась прописка по дешевым товарам. К вам пришли люди, которые покупают товар со средним чеком, который меньше среднего. Соответственно, у вас количество заказов увеличилось, но общая стоимость этих заказов уменьшилась. Есть еще третий параметр – это маржинальность. То есть у вас может конверсия вырасти, стоимость проданных товаров на единицу у посетителя вырасти, но при этом ваша маржинальность упасть, потому что те товары, на которых вы реально много зарабатываете, они по каким-то причинам стали плохо продаваться с вашего сайта. Либо потому что к вам трафик перестал приходить, людей, которым эти товары нужны, либо потому что вы что-то безобразное сделали на странице про этот товар. И самое главное, пожалуй, про конверсию. Говоря все время о конверсии сайта, конверсии сайта, мы забываем, что на самом деле нас интересует итоговая конверсия бизнеса, кроме случаев чистого e-commerce. Допустим, приведу такой пример. У нас книжный магазин, что может быть более популярным, чем книжный магазин в e-commerce? И у этого книжного магазина есть какой-то реальный, в котором эти книги тоже продаются. Абсолютно реальная ситуация. Так вот, допустим, мы на сайте интернет-магазина пишем, сегодня Евгений Кришковец презентует на свою новую книгу, вы можете прийти в магазин, и он вам ее подпишет. Абсолютно рядовое и популярное маркетинговое решение для того, чтобы поднять продажи книги. Что в этот момент произойдет с конверсией сайта? Конверсия сайта упадет, потому что те люди, которые хотели там покупать эти книги, они придут в магазин и получат книгу с подписью автора. С одной стороны, это плохо для конверсии сайта. С другой стороны, это замечательно для вашей итоговой конверсии, для итогового бизнеса, потому что к вам пришли живые люди и купили у вас. Поэтому конверсия – это показатель, с которым нужно внимательно разбираться, но молиться на него не нужно, его нужно понимать во всех деталях и во всех разрезах. Второй пример из этой области. Давайте возьмем одежный интернет-магазин, у которого до этого был, допустим, шоу-рум. И абсолютно реальная ситуация, из-за кризиса, из-за дороговизной аренды этот шоу-рум закрылся. Для бизнеса, в принципе, это плохо, потому что не будет реального магазина, будет меньше продаж. Но для сайта это хорошо, потому что те люди, которые раньше покупали эту одежду в обычном магазине, у них была возможность прийти ее и померить. Теперь у них этой возможности нет, они вынуждены будут прийти на сайт и купить ее там. Конверсия сайта вырастет. Казалось бы, нам следует радоваться. На самом деле радоваться нечему, потому что в целом ситуация стала хуже. Вот, собственно говоря, со всех сторон я постарался донести, как я понимаю, конверсию. И еще последнюю важную мысль, которую я хочу донести до вас. Чем плоха низкая конверсия сайта, на мой взгляд? На мой взгляд, низкая конверсия сайта – это вот те самые 2-3-4%, про которые пишут авторы, о которых я говорил. Плохо следующим. Владельцы сайта и владельцы бизнеса делают ложный вывод о том, что в целом интернет-маркетинг не работает. Они покупают SEO, они покупают контекстную рекламу, они покупают баннеры. Или гостя позвать, или паузу взять, не могу так сразу. И все это приходит на сайт, конверсия которого равна 2%. В конце месяца директору на стол ложится отчет, в этом отчете написано. Вы к нам или как, Ром? Вы истратили 5 тысяч долларов, заработали 4. Чистый убыток – 1000 долларов. В чем причина этого убытка? Да в том, что этот сайт умеет превращать только двух посетителей из 100 в покупателей. Если этот сайт подлечить, то те 5000 долларов, которые были вложены в рекламу, превратятся в 15. И настроение у генерального директора будет совершенно иным. В какую ситуацию попадают генеральные директора и владельцы сайтов, у которых слабая конверсия? Они попадают в ситуацию вечно отстающих. Они делают ложный вывод о том, что диджитал плох, перестают его финансировать. И в итоге они проигрывают ту гонку, в которой мы все участвуем. И совершенно обратная ситуация. Это у тех сайтов и у тех владельцев бизнеса, которые имеют сайты с высокой конверсией. Они, наоборот, постоянно отключают неэффективные оффлайновые каналы привлечения рекламы за счет того, что они постоянно получают новых покупателей из интернета, используя дешевые способы привлечения трафика и привлечения посетителей. Леш, что добавишь? Как ты понимаешь слово конверсия? С чем ты согласен, с чем не согласен? На мой взгляд, здесь наиболее критично соотношение количества посетителей сайта и клиентов бизнеса. То есть не так важно, каким образом они уже пришли, клиентов с учетом того, сколько денег они приносят бизнесу. Именно в этой плоскости. Здесь, понятно, что бывают какие-то исключения, когда, например, осознанно идет стратегия, которая приводит к снижению конверсии, но бизнесу приносит больше денег. Например, компания оптом торгует продуктом, который в том числе и розничные покупатели ищут. И говорят, давайте мы привлечем по запросам, с контекстной рекламы, с поиска, по запросам, которые и розничные оптовые используют, без слова, приходит большой трафик, из них только оптовики покупают на этом сайте, но они заказывают вагонами или фурами, и это все замечательно, конверсия всего сайта упала. Бывают проблемы с тематикой, когда есть офлайн бизнес и сайт. Недавно я сталкивался в такой ситуации, когда сеть магазинов в офлайне, известная в Москве, все знают, не буду называть кто, у них интернет-магазин. Они случайно обнаружили такую проблему, что когда клиент приезжает с самовывозом из офлайн-магазина покупать, он приезжает, ему должны отдать коробку, он говорит номер заказа, ему должны отдать коробку. А продавец знает, он отдаст коробку, ничего не получит. А если он продаст сам в магазине, он получит себе бонус к зарплате. И он, естественно, покупать, вы знаете, вот эта вот партия, у него там несколько есть ходов, как можно сказать, партия неудачная, то есть может ту же самую, те же ботинки, просто из другой коробки ему отдать, оформить, как будто это не, ну понятно, не заказ, был самовывозом, либо другие продать похожие, да, то есть уже здесь вопрос тактики продавца. И здесь конверсия вообще получается, что по всем срезам, да, она вроде бы ее нету, а на самом деле люди покупают, попадают там в другие каналы, да, то есть в конверсии, наверное, самое сложное, это ее измерить, да, там, ну, то есть не самое сложное, но ее сложно обеспечить и очень сложно ее еще бывает измерить, то есть далеко не всегда ее легко измерять, потому что, особенно в России, через сайт, через форму заказа, заказа все-таки малая часть делается, в большинстве бизнесов заказы по телефону, вживую там при встречах, и вот вывязать это с трафиком бывает очень сложно, а просто увеличение каких-то заявок с сайта, это не значит, что это продажи и деньги бизнеса увеличило. Хорошо, я немножко попробую попонятнее сформулировать то, что сказал Леша, и немножко добавить, немножко дать практике нашей встрече. Значит, давайте подумаем, как самым простым способом измерить конверсию. Самые популярные конверсионные цели у нас – это либо телефонный звонок, либо оформленный заказ, либо оформленная форма. Все, кроме звонка, легко меряется с помощью Яндекс.Метрики или Гугла-аналитики. Настраиваются цели, после этого вы прекрасно с помощью этих двух инструментов видите и смотрите, по каким запросам приходили люди, которые оформили заказы, как каналы получения трафика работают на поставку этих заказов, какой из каналов более эффективен, какой менее. Что касается телефонных звонков, в прошлый раз у нас выступал CallTouch, это тоже интересная технология. Вы прицепляете к своему сайту специальный сервис, который подменяет ваш номер телефона на специальный, после чего вы понимаете, из каких сайтов к вам приходили люди, какие они до этого поисковые запросы набирали. Вам понятна статистика. Более того, ведется запись всех телефонных разговоров на вашем веб-сайте. Вы можете потом анализировать и понимать, в чем причина покупок, сделанных по телефону с вашего сайта. Как называется? CallTouch. CallTouch, да. На самом деле это называется CallTracking, как термин. Конкретный поставщик, о котором я говорю, называется компания CallTouch, но она не единственная. Вы таких же других можете набрать много. Просто в прошлый раз они у нас очень успешно выступали. Мы были благодарны как ко-спикерам и показывали они интересные кейсы. И мы с ними работаем. Мы сейчас их многим клиентам поставили. Константин непосредственно этим занимается. Поэтому то, о чем я сказал, это первичная настройка конверсии и первичная настройка инструментов измерения конверсии. Но на самом деле нужно идти дальше. Возникает у нас термин, который называется ценность цели. То есть в метрике и в Google Аналитике событие, которое мы ждем, которое произойдет на сайте, для нас ценное событие. То есть завершение оформления заказа, либо оформление формы, называется целью. Соответственно, понимая, сколько целей достигнуто, мы понимаем, какая у нас конверсия. Но дальше возникает такое понятие ценность цели. Потому что если мы сложный e-commerce, нам нужно пристыковывать к этому событию еще средний чек или конкретный чек по этому событию и маржинальность. И только в этом случае мы будем понимать, как в итоге сайт работает и к чему это приводит. Здесь мы, конечно, начинаем тонуть в аналитике, особенно если это речь о телефонных звонках, потому что мы не можем мгновенно сказать, к какой продаже приведет данный телефонный звонок. Может быть, это нам позвонил там Рособоронсервис и пригласил нас участвовать в тендере на разработку сайта на 5 миллионов. А может быть, это позвонили люди, которым тоже интересует разработка сайта, но у которых там в кармане какая-то скромная сумма, которая нас не заинтересует. С точки зрения учета для нас это будет два входящих. С точки зрения маржинальности это будет совершенно другая картина, очень пестрая. Поэтому действительно вопрос измерения конверсии – это очень существенный вопрос, с которым нужно разбираться. Итак, идем дальше. Значит, повторяю, от чего зависит конверсия. Первая конверсия зависит от трафика, который приходит на сайт. Второе, от чего зависит конверсия. Конверсия зависит от свойств самого сайта, которые позволяют этот трафик конвертировать в заказ. Третье, от чего зависит конверсия. Она зависит от всевозможных новых инструментов, которые позволяют получить больше входящих. Самое простое это callback hunter и прочие вещи, похожие на него, всевозможные веб-коммуникаторы и интерактивные элементы внешние по отношению к сайту, которые позволяют получить больше входящих. Наша сегодняшняя встреча посвящена вот этим внешним инструментам. Первых два компонента, они тоже крайне интересны и по ним будут отдельные бизнес-завтраки. Итак, приведу такой пример. Конверсия. Вы, по-моему, говорили, что уже были у вас завтраки на первые две темы, трафика и сам сайта. Нет, нет, про трафик мы говорили вообще, как сам по себе трафик, а еще будет отдельный бизнес-завтрак, посвященный тому, как трафик влияет на конверсию. Это просто сложная большая тема, мы не можем ее запихнуть в один. Я буду ее иллюстрировать позже. Итак, мы говорим, сайт – это спортсмен-бегун. От чего зависит результат этого олимпийского чемпиона? Наверное, вы все будете согласны. Он зависит от тех витаминов и минералов, которые накануне старта данный спортсмен принял. Это питание. Вот витамины, минералы, допинги и микроэлементы – это трафик, который получает сайт. Павел, отличный вопрос. Это неверно, но вопрос настолько хороший, что я отвлекусь от того, о чем я говорил, потом вернусь обратно. Значит, маленький, но важный вопрос, связанный с измерением конверсии. Когда мы меряем конверсию, я считаю абсолютно бессмысленно мерить type-in трафик и абсолютно бессмысленно включать в измерение конверсии запросы брендовые, по которым искали данный бизнес. С чем мы сталкивались? У нас есть клиент школы английского языка, в которой мы прекрасно настроили все цели и поставили call-touch, который измеряет телефонные звонки. В конце месяца мы положили на стол директору отчет. Было там условно 50 форм и 40 звонков. Начали разбираться со звонками и выяснилось, что примерно треть звонков – это звонки людей, которые пришли в эту школу, а школа закрыта. И они не знают, что делать. Они открывают сайт, набирают номер телефона и звонят и говорят, мы пришли учиться, а тут никого нет. То есть эта ситуация для бизнеса катастрофическая, а при этом конверсия якобы растет. Вот этот весь мусор нужно убирать. Такая же ситуация – это люди, которые пришли на ваш сайт с визиток, с билбордов, с вашей оффлайн-рекламой, ваши знакомые, друзья. Они тоже вам будут добавлять входящие, но это не результат работы трафика, который вы купили, и не результат вашего сайта. В этом случае сайт должен быть просто небезобразен, чтобы они вдруг не потеряли сознание, увидев что-то у вас. Это уже много для многих российских сайтов. Понятно, Павел? Поэтому, когда мы меряем конверсию, я рекомендую. Мы говорим только о конверсии конкретного трафика, который мы покупаем, привязанного к сезону, к времени года и так далее. Во-вторых, мы убираем брендовые запросы, потому что люди, которые приходят на ваш сайт по названию вашей компании, это, скорее всего, люди, которые скоммуницировали с вами по другим каким-то источникам информации, и неправильно их конверсию добавлять к тому трафику, который вы покупаете за деньги, либо к поисковой оптимизации. Возвращаясь к спортсмену. Можно еще этот вопрос? Не дают нам про спортсмены рассказать. Просто, чтобы закончили. Есть же разные виды трафика, они по-разному. Например, сейчас сказали про лучшую картину, что оффлайн, онлайн, а есть там, знаю, и социальная сеть номер один, социальная сеть номер два, социальная сеть номер три, там, контекстная реклама, SEO трафик. SEO трафик, опять же, вот тоже, наверное, какой-то разный бывает, да? По идее, у каждого этого канала там разное УТП находится, и у них у всех разная конверсия. Как тут вы умеете вообще? В измерениях, и у них у всех разная конверсия. Да. Мое мнение следующее. Я считаю бессмысленным мерить среднюю температуру по больнице. Если у нас есть какое-то количество понятных и разных источников, допустим, поисковая оптимизация, контекстная реклама баннера, мы должны распилить весь этот трафик с помощью Яндекс.Метрики либо Google Аналитика на три части, понять, на какие страницы эти трафики приходят, и понять, какая конверсия у каждого из этих источников. Тогда мы можем что-то анализировать и делать какие-то выводы. Если мы складываем все вот эти вот входящие по трем этим каналам, получаем свои там 4%, мы будем делать неверные выводы, потому что на самом деле, допустим, возможно, что у нас сверхэффективная контекстная реклама, которая там нам дает 10%, а баннерная реклама нам дает всего один, а тратимся мы одинаково. Поэтому мерить нужно раздельно. Пожалуйста, еще вопросы или я начинаю? Можно я добавлю еще? Пожалуйста. Мы сталкивались не раз с ситуацией, когда нужно даже по одному источнику трафика мерить разные типы клиентов, новые клиенты, новые посетители точнее и новые клиенты, либо это те, кто уже покупал. Например, в сфере одежды там много повторных заказов и покупать через контекстную рекламу тех, кто уже и так у нас покупал, не так выгодно, их можно там рассылкой догнать, еще как-то их привлечь к себе. А вот те, кто у нас ни разу не покупал, они намного ценней, у них чаще всего конверсии ниже, потому что они еще у нас не покупали, их тяжелее. И вот эти две конверсии, то есть даже с одного канала, но вот новые и кто уже был, тоже по-разному учитывать приходится. В бурении скважин, наверное, вряд ли люди особо там много повторных, там этого не нужно. А есть немалый тематик, где такое разделение нужно. Так, еще вопросы? Давай про спортсменов уже очень интересно. Про спортсменов. Итак, у нас олимпийский чемпион по бегу. Представим, что сайт – это олимпийский чемпион по бегу. От чего зависит его результативность? Первое – от того, что он скушал накануне старта. Это трафик. Второе – от того, насколько он тщательно делает физзарядку. Это свойства его сайта, естественные. И третье – условно, от его кроссовок с невидимыми пружинами. Вот эти вот кроссовки с пружинами – это инструменты внешние по отношению к сайту, которые позволяют увеличить конверсию. И сегодня вся программа нашей встречи – это вот эти вот кроссовки с невидимыми пружинами. Я понятно сейчас объяснил? То есть мы сегодня не успеем разобрать конкретно, какие можно хитрушки применить в области трафика, который потом приведет к тому, чтобы у вас было заказов много. Мы сегодня не успеем разобраться с сайтом, как сделать его абсолютно здоровым и сделать так, чтобы он вместо 2% делал 10%. Мы говорим о том, какие есть внешние инструменты, которые позволяют любой сайт сделать еще более конверсионным. Прежде чем мы обсудим и разберем популярные модели кроссовок с невидимыми пружинами, которые позволяют вашему сайту продавать лучше других, я хочу немножко поговорить про потенциальный вред кроссовок с пружинами. Как не навредить вашему собственному сайту, применив на нем инструменты повышения конверсии? Я принес с собой небольшого помощника. Вы, наверное, все знаете, что вот это такое, да? Это волшебный хомяк… Говорот. Мне его подарил директор Е5, это подразделение «Перекрестка», которое 3 года назад решило торговать не только продуктами, но и бытовыми товарами. У нас с ним был год сотрудничества, мы год этот сайт продвигали успешно, и во время одной встреч было сказано, какой товар вы хотите, чтобы мы продвигали наиболее активно, тщательно и масштабно? Он мне сказал, вот, хомяк, это лучшее, что произвела промышленность на земле. Хотим продавать хомяка, давайте нам трафик, мы хотим много заказов. Мы начали разбираться, ребята, ну хорошо, трафик мы вам дадим, а что с вашим сайтом, что у вас на нем написано? То, что у этого хомяка 3 батарейки, то, что у него вес 118 граммов и что он 17 сантиметров высоты, но покупатели-то хотят не этого, они хотят того, чтобы на сайте было много интерактивной информации на эту тему. Они хотят видео, они хотят причем качественно, качественных фоток, эмоций, каких-то призывов, в общем, той информации, ради которой они хотят получить удовольствие от этой игрушки. Так вот, ситуация заключается в том, что, я потерял листалку, нет, вот она, что очень многие владельцы сайтов, которые торгуют хомяками, они вообще ничего не делают со своими страницами для того, чтобы этот сайт стал таким хорошо тренированным спортсменом, умевшим продавать с конверсией хотя бы в 10%. Они говорят, нет, я пойду к Надежде, она мне сейчас подключит волшебные сервисы по увеличению конверсии, и эти сервисы помогут мне продавать хомяка. И они правы, частично. Вот это вот сайт компании Эльдорадо. Ну, к сожалению, вы не сможете мелкие шрифты прочитать, но я вам его прокомментирую. В принципе, Эльдорадо известный бренд, и люди в интернет-маркетинге явно у них там компетентные, их там явно много и наверняка с большими зарплатами. Что мы имеем на странице, на которой продается вот этот волшебный хомяк? Мы имеем ноль эмоций, мы имеем абсолютно скучные технические описания, на которых написано, что это хомяк, что он для мальчиков и для девочек от 3 лет. Если мы почитаем ниже, там будет написано, сколько он весит, какой у него рост и все такое прочее. Ну, в общем, не цепляет вот это совершенно. И вот таких сайтов во второй десятке Яндекса большинство. И многие из этих сайтов ставят себе веб-коммуникаторы, ставят себе Callback Hunter, ставят себе какие-то хитрушки, которые им помогут продавать больше. И поставщики этих инструментов абсолютно правы, которые говорят, что поставьте сюда веб-коммуникатор, и люди, которым не хватает информации, что-то вам писать, и вы продадите больше. Вы действительно продадите больше. И даже, возможно, вы продадите больше раза в 3. Но почему вы в 3 раза продадите больше? Да потому что изначально вы были очень слабыми. Именно в этом заключается опасность. Я всех призываю не только мечтать о кроссовках с пружинками, но и делать зарядку каждый день. Вот, собственно, в этом состоит проблема. Поэтому я вас всех предупредил. Мы сейчас будем смотреть разные инструменты повышения конверсии. Они все очень интересные. Сразу же хочется их всех применить. Но не забывайте, что если ваш сайт вот такой, и вы очень мало внимания собственному контенту уделили, то все вот эти инструменты повышения конверсии, они могут в итоге вас привести в состояние, когда ваша естественная конверсия будет низкой. И, конечный итог, вы будете получать намного меньше, чем если бы у вас были инструменты повышения конверсии эффективные, которые мы вам рекомендуем применить, плюс сам по себе сайт качественный. Поэтому об этом мы не забываем. Олег, а у вас такая конверсия была конкретно? Поэтому? Они нас не послушались. И поэтому обанкротились. Это абсолютно не шутка. Этот проект закрыт год назад, потому что они не вышли на те KPI, которые они обещали инвесторам, а не вышли они именно потому, что вот примерно в таком состоянии были витрины. И при этом эти люди активно-активно покупали трафик. То есть реально они вот просто и с нашей помощью, и с помощью других подрядчиков, они к нам приходили и говорили, дайте нам больше посетителей, дайте нам больше посетителей. Мы им давали. А дальше эти все посетители умножались вот на эти два процента, и получалась ровно та история, о которой я говорил 10 минут назад. Только это все было в масштабах не маленького интернет-магазина, а у них одних операторов, наверное, несколько сотен было. То есть это был просто вот такой стадион, в котором сидели люди, 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 которые обеспечивали функциональность этого всего e-commerce. Леша, что добавишь про опасность применения внешних инструментов? На мой взгляд вообще сейчас такой отчасти перегиб в направлении именно инструментов. Сейчас очень много тех, кто хочет, особо не напрягаясь, подключить какой-нибудь инструмент, и чтобы все заработало. Естественно. А соответственно много тех, кто этим пользуется. Сейчас огромное количество стартапов. Я летом выступал, про изобилие сайтов рассказывал в Яндексе, есть тоже направление поддержки стартапов. У меня там один из участников спросил, а какой еще стартап сделать, чтобы рекламным агентствам нужно было всем клиентам ставить? Я говорю, не надо делать больше инструментов, их и так слишком много. Потому что подумать и до ума довести страничку можно намного больше пользы принести. Это надо думать, этим не хочется заниматься, нужна компетенция и как это все сложно. То есть инструментов больше, чем людей, которые понимают, как их использовать. Спасибо, Леша. Это случай, когда я с Лешей не согласен. Я вам обещал, что у нас будет разное совпадение и несовпадение мнений. Я считаю, что все-таки мы участвуем в некой гонке. Я не зря применил пример спортсмена. Леша говорит о том, что давайте все-таки каждый день делать зарядку и тогда мы выиграем Олимпийские игры. Я бы сказал, что главное мастерство тренера. Вот здесь вот это важно. Леша уже начинает менять немножко свою точку зрения. А я говорю, зарядку надо делать, но кроссовки с пружинками нам не помешают, если они есть. Если эти пружинки невидимые. Потому что если ваши конкуренты оденут эти кроссовки с пружинками, то мы их не догоним. Поэтому, как минимум, вы должны знать о том, какие модели кроссовок с пружинками выпускает промышленность. И, собственно, как их правильно применять. Поехали. Про кроссовки с пружинками. Значит, с чего все начиналось? На мой взгляд, начиналось это года два назад. И первые внешние инструменты увеличения конверсии – это веб-коммуникаторы. Хорошо всем знакомые и известные. Леша, а тут есть указка в этой штуке? Да. Там где-то кнопка какая-то сверху должна быть. Она, наверное, на этом экране не будет, но хоть что-то дойду и покажу. Это вопрос об инструментах. Вот красная. Только она на этом экране не будет. Ну ничего. Первые инструменты по увеличению конверсии – это были веб-коммуникаторы. Мы сами даже успели поучаствовать в этом всем массовом процессе. Выпустили свой собственный коммуникатор, потом соединили его с Red Helper. Получился наш продукт, но на основе Red Helper, который до сих пор успешно работает на нашем сайте и на нескольких сайтах наших клиентов. Соответственно, вы все такие штуки видели. Это когда в углу сайта, внизу, справа, слева, где угодно выскакивает коммуникационное окно, с помощью которого вы можете связаться с представителями заказчика, с представителями данного сайта. В теории все выглядит замечательно. На практике есть данные о том, что 90% посетителей вот этот функционал раздражает, и время применения этих инструментов идет вниз. Я бы сказал, их эффективность падает. Они были прикольными, пока они были новыми, пока это всем нравилось. Сейчас все этой коммуникации наелись, и сегодня применение этого инструмента становится все менее эффективным. Мы у себя начинаем думать о том, чтобы этот инструмент снять. В чем еще проблема этого инструмента, как и всех остальных, о которых мы будем идти дальше? Его нужно применять правильно. Когда вам принесет пользу веб-коммуникатор? Когда у вас в отделе продаж есть люди, у которых есть резерв времени, эти люди компетентны, коммуникабельны, обучены, и они очень профессионально с помощью этого веб-коммуникатора общаются с вашими посетителями сайта. Что мы наблюдаем на практике? Веб-коммуникатор стоит, а оператора на той стороне либо нет, либо он занят, либо он некомпетентен, либо он невежлив. В итоге человек, который мог бы прийти на сайт випро и просто позвонить по телефону, не стал этого делать. Условно написал вот в это окно, не получил ответ в течение трех минут, обиделся на компанию випро и ушел, и мы не получили заказ на разработку или на продвижение сайта. Если бы у нас не было веб-коммуникатора, то этот же человек просто бы позвонил по телефону и дальше мы бы с ним уже нормально общались. Поэтому, что касается веб-коммуникаторов, осторожнее немножко. Можно я про них тоже нажавлю? На мой взгляд, у вас как раз пример B2B. Здесь мотивация человека, нужно понимать, почему он пользуется коммуникатором. Если человек сидит на работе и звонит по поводу создания рекламы сайта, то он это делает по работе. И хорошо, если коллеги, начальник услышит, что он это делает. Он позвонит по телефону, поговорит с вами, скажет, что наконец-то, а то сидел, два часа колесико крутил ВКонтакте и ничего не делал. Если же он зашел на сайт одежду какую-то купить или для дачи заказать бурение скважин у нас сегодня будет, потому что тема популярная, то он сидел, он будет на весь офис, а мне скважина нужна, ему скажут, ты что тут делаешь? А так он начинает печатать в коммуникаторе. Начальник видит, что работать начал наконец-то. Он сидит, значит, довольный, может обсуждать полчаса или там про одежду. Вообще девушка может, собственно, и заказ оформить или еще что-то. То есть, если товар личного потребления заказываемый на работе, то коммуникаторы, они имеют право на жизнь и сейчас. Еще один пример, когда мы немножко с Лешей не сошлись во мнениях. Ну что ж, чем больше мнений, тем лучше. Итак, веб-коммуникаторы – это то, с чего все начиналось. Я не хочу на них долго останавливаться, потому что это достаточно простая вещь. Вторая после веб-коммуникаторов штука, которая очень сильно понравилась Яндексу и которая заполонила весь Рунет, это система «Обратный звонок». Вот тут вот на нашем собственном сайте… А почему она нет? А этот экран, он не отражает, не видно. Вот где номер телефона, ниже есть кнопочка «Обратный звонок». Это пока не callback hunter. Это стандартный функционал, скажем так, прошлого уровня предыдущего поколения, который позволяет посетителю указать свой номер телефона, а владельцу сайта получить этот номер телефона и потом ему в удобное время перезвонить. Почему эта штука удобна? Потому что практика показала, что достаточно много людей хотят, чтобы им перезванивали. Казалось бы, у нас все боятся спама и все боятся раздавать свои телефонные номера. На самом деле нифига. Если людям конкретно интересен ваш проект, ваш сайт, ваш бизнес, то они оставят свой номер телефона и будут ждать, чтобы вы им перезвонили. Поэтому вот это те инструменты, с которых начинались внешние сервисы и которые были толчком к созданию более новых инструментов, более эффективных. Здесь мы приходим к прекрасной системе callback hunter end company. Почему end company? Потому что сегодня по запросу callback hunter вы можете найти примерно десятка-два инструментов, которые аналогичную функцию реализуют. Что такое callback hunter? Это когда на вашем сайте спустя какое-то время возникает слой, на котором написано какой-то рекламный текст, призывающий позвонить, скоммуницировать. И призыв. Введите номер телефона и система вас мгновенно, в течение 28 секунд соединит с оператором на той стороне. Я первое время думал, что это какая-то иностранная технология. Потом прочитал, что первый, кто это сделал, это Руслан Татуишвили. Он оказывается, я так понял, из Кемерово. То есть это российская штука. И он в своем блоге пишет, что это идея Ричарда Брэнсона, которую он таким вот образом имплементировал. Правда или неправда не могу сказать. Вот интересно, Надежда, а что там в Лондоне? Callback Hunter там активен или нет? На самом деле это действительно только в России используют. Да. На мой взгляд это интереснейший пример, когда российский интернет обогнал международный. Почему? Потому что интересная фишка работает прекрасно и применять ее я рекомендую. Пожалуйста. А на сайте мероприятия кто-то видел такую штуку? Сейчас. Кроме меня. Мне очень понравилось. Да? Я тоже воспользовался, мне не перезвонили. Недели две прошло. Мы сейчас разберем по костям Callback Hunter and Company. Пожалуйста, вопросы спрашивали. Пару примеров. Как это применение Callback Hunter? Даю примеры. Сначала я объясню, как эта штука работает. Итак, первый вариант. Мы можем выводить вот этот рекламный слой с коммуникационным элементом для всех посетителей, которые просидели у вас на сайте какое-то количество секунд. Если вам грамотные люди ставят Callback Hunter, то они сначала заходят в метрику и смотрят, сколько у вас среднее время пребывания на сайте посетителя. Если у вас, допустим, человек в среднее время визита две минуты, то через две с половиной минуты можно спокойно ему показывать Callback Hunter. Мы этим самым не будем раздражать аудиторию и наоборот будем стимулировать коммуникации тех людей, которые уже в целом поняли, чего они от вас хотели. Второй вариант называется окно последней надежды. Мы можем выводить вот этот рекламный слой с замечательной девушкой для тех людей, которые пытаются нажать крест, и закрыть окно браузера. То есть они уже закончили с вами общение, они хотят уйти, мы их так вот ловим в двери и говорим, слушай, дорогой, ты же вот это вот еще не посмотрел, как в рекламе. Я еще не все у вас посмотрел. Третий вариант. Мы можем отлавливать людей, которые зависли у вас на сайте, которые вот сидят там минут десять-пятнадцать, они явно что-то ищут, вы им нужны, но они найти не могут. Соответственно, мы можем вывести им вот такой рекламный слой, на этом рекламном слое написать, друзья, введите номер, мы вам перезвоним и подскажем. И четвертый вариант. Мы можем отдельную информацию дать вернувшимся. То есть мы помним людей, которые уже у вас на сайте были, которые пришли к вам второй раз, соответственно, мы можем им дать понять, что мы следим за их передвижениями и дать им какую-то другую информацию. Что говорит Callback Hunter? Callback Hunter говорит, что ставится за восемь минут и мгновенно у вас получается рост конверсии 200% плюс. Как понимать эти цифры? Первое. Если вы поставите эту штуку за восемь минут, то значит, вы будете ее ставить с абсолютно выключенным мозгом и, скорее всего, вы вот эти вот рекламные слои не настроите, а поставите те, которые стояли по умолчанию. Работать они будут плохо. Поэтому, если уж и ставить вот такие инструменты повышения конверсии, то нужно либо звать вот таких товарищей, как наш Константин, который поставит это правильно и который добьется создания тех вот рекламных призывов, которые конкретно на вашем сайте, в конкретном вашем бизнесе будут работать. Второй момент. По поводу 200%. Если у вас изначально сайт с очень низкой конверсией, то есть фиговой, то вот эти инструменты будут работать очень хорошо. И наоборот, из 5% сделать плюс 200% гораздо тяжелее, чем из двух. Вы понимаете, почему? Ну, просто математика. Поэтому, что я могу сказать? В принципе, хит сезона. Если брать 2014 год, все больше применений, применения эффективны, людям нравятся и народ еще не наигрался. Хотя тот момент, когда люди звонили только ради того, чтобы проверить, что действительно соединит, он уже пройден. То есть, сегодня уже люди используют эту штуку реально как рабочий инструмент, который помогает быстро соединиться. Пожалуйста, вопросы кто-то. Технически можно уточнить, вот есть, допустим, сервис или генератор, когда человек вставает контакты, ему он звонит. Здесь в чем отличие? Более быстрое соединение? То есть, вот механизм работы, как он? Ну, вот смотрите, Павел. Вот это вот старый вариант. Вот обратный звонок. Что такое обратный звонок? Мы нажали на него, выскочила форма, вы ввели номер телефона, нажали отправить. Люди получили ваш номер телефона по e-mail и в течение 5-7-15 минут вам перезвонят. Тогда, когда у них будет время и настроение. В чем разница с Callback Hunter? Происходит мгновенное переключение на телефон свободного оператора на стороне сайта. То есть, работает IP-телефония, которая соединяет ваш телефон и звонок идет с две стороны. На вашу трубку и на трубку сотрудника сайта. И мгновенно дальше идет разговор. Дальше возникают издержки. Я так немножко тоже на Роме на место присяду. Дальше возникают издержки правильного или неправильного внедрения вот этого инструмента. Первый момент. Как и всякий замечательный инструмент, его можно испортить безобразной эксплуатацией. Когда идет звонок, а оператор не отвечает. Конечно, это нонсенс и это убийство просто. Это убийство вашего трафика, убийство вашей конверсии, убийство вашего сайта. Тем более, как ни странно, происходит это постоянно. Второй вариант. Когда человек ожидает очень компетентного и оперативного ответа, а вы технически не в состоянии ему так быстро вот прямо сейчас с ним подробно и долго говорить. Соответственно, должен быть сценарий у операторов. Нам очень важно, что вы позвонили. Спасибо за ваш вопрос. Позвольте, я немножко подумаю и я вам перезвоню. То есть все равно вот в итоге получается вот это. Но когда вы с ним уже поговорили, человек уже будет ждать от вас обратного звонка и вероятность того, что вы потом этот контракт с ним заключите, она выше. Какие еще по колл-бэкхантеру вопросы? В мобильных устройствах, которые в телефоне автоматом включаются или нет? Можно проверить. Паш, проверь, пожалуйста, потом скажешь. Ладно. Нет, не работает это. На мобильных не работает. Скажите, минусы. Есть минусы. Минусы? Леша, какие минусы? Люди это бесят. Зашел, начал читать. А тебе пишут, вы были уже 28 секунд на сайте, вы нашли и говоришь, нет. Честно, не нашел еще. Введи телефон. Ну ладно, ввел телефон. Там секунды бегут, хорошо если перезвонят. Могут не перезвонить. То есть реально сейчас навязчивость многих людей утомляет. Потому что были исследования, что привлекают в покупках через интернет про интернет-магазины. РБК проводили. И там была цифра, по-моему, процентов 40. Это еще какое-то время назад. Думаю, сейчас она будет больше. Людей им нравится, что в интернете нет навязчивых продавцов-консультантов. То есть ходишь спокойно, выбираешь. Никто не набрасывается и начинает что-то там уговаривать. А здесь, с одной стороны, навязчивость людей отпугивает. А во-вторых, правильно Олег сказал, во многих случаях потом некомпетентный человек отвечает на звонок. И вопрос, чтобы он действительно грамотно ответил, тоже очень сложная задача. Я поподробнее еще добавлю. В принципе, это мои же слова, но еще раз акцентирую. Первое. Ставится рекламный слой в ненужное время. То есть слишком рано, не соответствующий вашей метрике. То есть не нужно всем, кто пришел на ваш сайт, через 10 секунд давать прямо перед глазами этот рекламный слой. Потому что он перекрывает сайт. Он затемняет и говорит, работайте со мной. То есть если вы будете делать таким образом, вы будете просто получать увеличение отказов. То есть люди будут раздражаться и просто уходить. Это первая причина. В чем минусы? Второй минус. Не нужно работать со стандартными текстами на этом рекламном слое. Нужно подумать и написать те рекламные слои, которые будут работать конкретно в вашем бизнесе. А желательно еще и подстроиться под тот трафик, который вы будете получать. Вы, допустим, можете на разных страницах своего сайта разные рекламные слои выводить. И тем самым вы увеличите вот эту эффективную коммуникацию. Ну и третье. Это человеческий фактор. Это то, о чем мы уже с Лешей сказали два раза. То есть если вы включаете этот сервис, вы должны обеспечить очень профессиональных консультантов на телефоне, которые потом будут этот сервис использовать. Если ваши консультанты на телефоне будут работать безобразно, ну, значит, вы будете получать плохую эффективность использования этого сервиса. Идем дальше. Значит, после того, как Callback Hunter заполонил Runet, возникло очень много клонов. И один из клонов решил поступить следующим образом. Они взяли коммуникационный элемент, который присутствует в Callback Hunter, только коммуникационный, выкинули всякие рекламные слои и стали говорить, мы просто сразу вот ставим некий вот такой коммуникационный модуль в нижней части сайта без какого-то рекламного призыва. И прямо вот берите и звоните. И вы знаете, этот проект тоже развивается. Почему он развивается? Потому что это удобно, потому что это модно, потому что это новая фишка. Я не знаю. На мой взгляд, когда есть рекламный слой, мы гораздо большие возможности имеем для коммуникации. С другой стороны, вот этот вот вариант, он примитивен. Но как ни странно, он в своем примитиве тоже работает. Поэтому у вас есть выбор. Вы можете вот этот вот коммуникационный сервис осуществить вместе с рекламным, а можете без. Можете только дать возможность вам звонить. И это тоже работает. Какое из них применить конкретно на вашем сайте, зависит от вашего контента, от того, чем вы занимаетесь. Третий вариант, который мне очень понравился. Я вам уже показывал до этого в существующем виде прежнего поколения обратные звонки. Они даже на прежнем поколении функционала работали, их любит Яндекс, и люди к ним привыкли. И мы сейчас на большинстве клиентских сайтов одновременно пишем номер телефона и обратный звонок, давая возможность людям выбрать. Хочешь звони сам, хочешь оставь телефон, мы тебе перезвоним. Так вот, применение вот этих вот коммуникационных штук приводит теперь к тому, что мы можем рядом с номером телефона поставить вот такую трубочку и рядом с ней надпись «Перезвоним через 28 секунд». И пройдет время, вот эти штуки будут все более распространены. Единственное, с чем я здесь не согласен в Le Futurio, это с тем, что они не дают номер телефона самой компании. То есть, если я не хочу давать свой телефон, то я должен иметь возможность сам туда позвонить тогда, когда мне это удобно. Поэтому вот эта вот штука, на мой взгляд, прекрасно дополнит наш сайт, и мы ее будем ставить самое в ближайшее время. мы будем сносить обратный звонок прежнего поколения, вот вы его видите, менять его на обратный звонок нового поколения, который умеет сам соединять звонящего и компанию. То есть, работает точно так же, как компаниятор, нажать на кнопочку? Да. Нет, вы нажимаете на кнопочку, там будет окно. В окно вы вводите свой номер телефона и дальше за 28 секунд происходит соединение оператора сайта и вашего телефона, который вы указали. И звонок идет в две стороны. Идем дальше. Значит, мы с вами обсудили самые популярные внешние сервисы, которые были востребованы в 2014 году. Это веб-коммуникаторы, которые вы все видели тысячу раз, и системы на основе Callback Hunter. Возникает вопрос. У нас сайт, посвященный генераторам, к примеру. И мы продаем генераторы, начиная от самых маленьких, которые жужжат возле палатки и питают холодильник с мороженым, и заканчивая огромными электростанциями, которые указаны ниже. В итоге, если мы продаем маленькие дешевые генераторы, то нам не сильно звонки нужны. Скорее, нам нужен веб-коммуникатор, потому что товар не очень дорогой, не очень маржинальный, и у нас, как правило, не будет возможности оказать высокий сервис для того, чтобы долго по телефону каждому новому покупателю объяснять, что это за штука. Она стоит там условно 15 тысяч рублей. Совершенно иная картина, когда мы продаем вот такой вот желтый контейнер, в котором генератор, который стоит условно 10 миллионов рублей, в котором маржинальность 2 миллиона. И за эти 2 миллиона мы готовы на этом телефонном проводе повеситься и два дня ему рассказывать, чем этот генератор хорош. Здесь нам нужен наоборот Callback Hunter, потому что он эффективнее, чем веб-коммуникатор, но потому что голос лучше, чем просто буквы. Вот эти вот люди поставили, вы видите, у них слева лапик, это телефонная коммуникация, справа это онлайн-коммуникатор. То есть они два инструмента применили на этом сайте. Давайте немножко поговорим, что мы порекомендуем данному сайту. Ничего не ставить, поставить онлайн-консультант, поставить Callback или поставить два инструмента. Вот это вопрос, который я хочу вам задать, потому что правильный ответ на этот вопрос я знаю. Он у меня основан не на моем экспертном мнении, а на результатах измерений. Я повторю исходные данные, чтобы у нас была корректная дискуссия. Итак, мы продаем генераторы. У нас очень длинная линейка. Она начинается от устройств стоимостью в 10 тысяч рублей и заканчивается устройствами, которые стоят 10 миллионов. Для дешевых устройств нам удобен веб-коммуникатор, потому что он менее трудоемок в коммуникации. Один оператор может с 10 окнами одновременно бормотать, но у него меньше эффективность. Для дорогих устройств нам удобнее Callback Hunter, потому что мы там за каждого клиента боремся и хотим заказы с большим средним чеком. Что мы делаем? Давайте 30 секунд подумаем, потом начнем нашу дискуссию, может быть проголосуем. Еще раз. Хорошо, 30 секунд прошло, мы подумали. Итак, наверное, все будут согласны, что вариант ничего не интересный, то есть чего-то нужно ставить. Соответственно, возникает три варианта. Давайте голосовать. Я не буду голосовать, я потом скажу правильный ответ. Кто за то, чтобы поставить только Callback Hunter? Поднимите руку. Система, которая будет коммуницировать. Только ее. Три человека у нас. Четыре. Спасибо. Кто за то, чтобы поставить только онлайн-консультант? Никто. Кто за то, чтобы две системы поставить? Большинство. Леша, комментируй, почему ты за две системы? На мой взгляд, разным людям будет кому-то удобней переписываться, в переписке узнать, потому что он не хочет по телефону разговаривать, кому-то удобней пообщаться по телефону. На самом деле здесь, опять же, разная психология людей. Этот вариант и то и другое покрывает как раз и тот и другой вариант коммуникации. Как же версия того, что людям по работе звонить? Небольшой генератор можно для дачи покупать. У нас линейка большая. И для тех, кто будет покупать на дачу генератор, им проще консультантом воспользоваться. Сергей, ты говорил… Просто нам же не навязчиво сделать. Спасибо. Нужен только callback. Допустим, я как потребитель захожу на сайт, а для меня, если стоят древноки, для меня они значения не имеют. Я не буду разбираться, на какую нажать, чисто мое мнение, как клиента. Просто могу нажать любую, наверное, скорее всего. А когда стоит один уже, коммуникатор, тогда уже мы коммуницируем с клиентом и, собственно, дальше уже выявляем его потребности, что ему интересно. Либо там дешевые, либо другие. Даю вам результаты лабораторных измерений по поводу того, какой из инструментов для этого сайта годится больше, какой меньше. Опять же, с ними можно соглашаться, можно не соглашаться. Что показало вскрытие? Вскрытие показало следующее. Эти люди реально мечтают продавать дорогие генераторы, потому что они на них много зарабатывают. Нафига они поставили маленькие генераторы в один киловатт, в четыре, вот это все, от которых можно только три лампочки запитать. Да только с одной целью, чтобы у них был большой ассортимент и чтобы по запросу дизель-генератора они понравились Яндексу. Они, в принципе, ненавидят продавать устройства стоимостью меньше 100 тысяч рублей. Для них это просто головняк, вполне возможно, что у них их на складе мало и им этот трафик вообще не нужен. Поэтому их главная цель вот эти вот желтые большие контейнеры, с каждого из которых они зарабатывают условно миллион рублей. Если нашей главной целью становится большой желтый контейнер стоимостью в 10 миллионов, мы должны применить самый эффективный инструмент, который поможет его продать. Из этих двух инструментов самым эффективным является Callback. Он лучше, чем онлайн-коммуникатор. Поэтому я бы сказал, что продавая вот такой сложный товар, нам нужны сверхкомпетентные продавцы, которые всегда бывают в дефиците. И мы одновременно качественно два сервиса не сможем предоставить. Либо это будет очень тяжело. Теоретически это возможно, но вот с учетом человеческого фактора. То есть если у вас уникальная компания, в которой, не знаю, работает 50 продавцов, и из них вы можете выделить двух, которые будут сидеть только в онлайн-консультанте и кого-то обслуживать с его помощью, наверное, это возможно. Но если вы более-менее реальная компания, в которой отдел продаж это там 8-15 человек, то вы среди них свободных, которые будут эффективно коммуницировать с помощью онлайн-консультанта, с трудом найдете. Но вы найдете, конечно, тех, кто будет готов говорить по телефону, потому что все хотят продать. Поэтому правильный ответ на вот этот сайт. Не нужен веб-консультант, потому что вы не обеспечите эффективность и качество. Нужен онлайн-коммуникатор для того, чтобы вы могли мусорное входящее обращение по дешевым генераторам выкидывать в корзину и концентрироваться на те услуги, на которых у вас основной заработок и основной оборот торговый. Идем дальше. Так может быть, эти сервисы не выводить на страницах, где дешевые товары вообще? А самая популярная страница – это главная. Она прописана по запросу дизель-генератора. И туда вот вся толпа приходит. И невозможно мгновенно разобраться, какой генератор конкретно им нужен. Но если ты ушел на карточку дешевый товар, то уже не показывают, наверное. Ой, я из графика очень сильно выбиваюсь. Идем дальше побыстрее. Кроме двух основных фишек, кроме двух основных лидов, за которыми мы все гоняемся – телефонный звонок, форма либо заказ – у нас есть масса вариантов, как мы с помощью рекламных слоев и с помощью внешних инструментов можем какие-то другие штуки получать. Вот, допустим, Евросеть заинтересована в подписчиках. Она, конечно, заинтересована и в продажах тоже, но в подписчиках заинтересована. И с помощью рекламных слоев мы можем собирать вот всевозможные варианты людей, которые придут и станут подписчиками, которые потом прочитают вашу рекламу. С помощью рекламных слоев мы можем раздавать купоны, с которыми люди потом придут в реальный магазин и что-то купят. Мы можем людей агитировать, пользоваться магазином и сделать больше покупок. Здесь вот таких вот фишек около десятка. Я привел только один пример, когда мы стимулируем людей первый раз нажать на корзину бесплатной доставкой. На самом деле вариантов очень много. Мы можем сказать, товар заканчивается на складе, осталось последних три экземпляра. В данный момент этот товар просматривают еще 10 посетителей и торопитесь его купить. Мы можем дать скидку, мы можем дать какую-то эмоцию, связанную конкретно с этим товаром. Все это можно делать с помощью вот этих вот внешних инструментов. И есть поставщики, которые как-то вот по-хитрому эти слои выводят и делают так, чтобы корзин стало больше. Пожалуйста. Отвечаю так. Чем агрессивнее инструмент, тем выше его результат, но тем больше отказа. Если у вас меньше агрессия, вы меньше теряете с помощью отказов, но и вы меньшую эффективность получаете по применению данного инструмента. К сожалению, времени мало, идем быстро дальше. Цель завершения покупки. Мы уже говорили в начале, что в Америке только 15% корзин заканчивается оформлением заказа. Поэтому это очень актуальная проблема для e-commerce. И мы здесь можем активно людей торопить, закончить заказ, в том числе вот с помощью каких-то специальных бонусов и таких вот штук. Великолепнейшая вещь, это тоже придумал Callback Hunter. Не знаю, чья это идея, тоже Брэнсона или нет. Представьте, как работает. То есть человек уже на вашем сайте оформил заказ, вы начали с ним телефонную коммуникацию, и вы вычислили его куклу. Конкретно Callback Hunter предлагает ему отправлять КП с возможностью скачать это КП. И когда человек потом скачивает КП, вам приходит смс, во-первых, что он его скачал и начал читать. Во-вторых, вы потом начинаете этой куке, этому человеку, показывать ваши собственные баннеры. И в итоге получается следующий эффект. Коммерческое предложение. Человек, который получил ваше коммерческое предложение в течение, допустим, недели после его получения, во всем интернете видит только ваши баннеры. Это прекрасно, по-моему, вы тоже делаете, да? У вас это немножко по-другому называется. У нас не настолько зная, что не стоит так мучить пользователей. Ну вот и Callback Hunter говорит мучить и будет вам счастье. В общем, вот эта подборка инструментов, с помощью которых внешних мы можем увеличивать конверсию сайта. Леша, какие ты еще инструменты знаешь, которые можно было бы проиллюстрировать? Интересное, помимо того, что я показал. Ну вот сейчас с рассылками интересно развивается у крупных магазинов, где повторные покупки. Когда человек заходит, что-то посмотрел, а ему вдруг как бы случайно приходит, а у нас тут акция. Вот там несколько товаров, в том числе то, что он смотрел. Пока я еще не видел, никто не сделал, хотя мне кажется, можно это сделать тоже, опять же, у крупных магазинов, которые уже знают существенную часть аудитории. Человек зашел, что-то посмотрел, а тут ему звонит кто-нибудь, кстати, здравствуйте, вот у нас такая акция, не хотите ли купить генератор? Вот в этом направлении я не видел пока реализации, но вообще говоря, это такая тема достаточно интересна. У меня к тому кейсу направилось решение с подменой содержимого сайта для повышения конверсии. Мне кажется, это тоже вот сейчас тренд очень многих стартапов, когда для повышения конверсии меняют содержимое. То есть теоретически, если он зашел по запросу, там генератор один киловатт, он показывает одну страницу, то есть показывает модуль, например, определенного содержания. И там сразу передают партнеру, например, дешево продают этого лида кому-то, кому он интересен, да, и в принципе продают и все. Или вот в части видео очень интересный проект уже сейчас, что меняют содержимое по времени суток, то есть в нем картинка, например, показывается, а вечером, когда человек приходит домой, он может там посмотреть в свободной обстановке, там видео, он смотрит видео, и таким образом, соответственно, меняя контент под ситуацию, вот то, что мы говорим, по году, там еще таким образом, таким образом получается конверсия, вот такие вещи внешние, наверное, тоже будут востребованы. В общем, спасибо. Инструментов, внешних инструментов, которые будут увеличивать конверсию вашего сайта, уже сейчас очень много. В 2015 году нас просто ждет их лавина, и, собственно, наша задача вместе с вами выбирать те инструменты, которые наиболее эффективны, и их использовать. По поводу моего прогноза. Итак, мы сейчас имеем 2-3-4 процента в среднем конверсию на рынке. Я говорю о том, что будут инструменты, которые будут увеличивать ее до 12-13-15 процентов и выше. Каким образом я это выживу? Я это называю Callback Hunter 3+. Итак, первый момент. Для того, чтобы дать реальный слой, который реально зацепит посетителя, рекламный слой, который реально зацепит посетителя, мы должны понимать, кто к нам пришел. И у нас есть несколько вариантов понять, кто к нам пришел. Первый вариант. Мы можем посмотреть, по какому он пришел поисковому запросу. Второе. На какую он пришел страницу. Третье. Мы можем отследить его поведение на сайте в течение первых двух минут. И после этого понять, да, это мужчина, он ищет подарок для мальчика 5 лет в такой-то ценовой категории. Если мы поняли, кто и чего он ищет, у нас есть возможность дать ему эмоцию. И зацепить его с помощью рекламного слоя эмоционально. Да, нам понадобятся психологи. Сейчас вот те инструменты, которые я показывал, они показывают примитивные тексты, как правило. Я предлагаю сделать эти рекламные тексты эмоциональными. Допустим, если у нас интернет-магазин игрушек. Если мы вычислили, что покупатель хочет купить подарок для девочки определенного возраста в определенной ценовой категории, мы ему пишем на рекламном слое. Ну, например, позвольте предложить великолепный подарок для вашей маленькой принцессы. То есть мы эмоцию даем. Человек офигевает от того, что мы поняли, что он ищет. И, конечно, он к нам лоялен. Если человек, допустим, мы видим, что явно человек покупает продукты питания в продуктовом магазине, и явно их много, готовится какая-то вечеринка. Мы можем выдать ему рекламный слой, на котором написать. Дружок, готовишь крутую тусовку, есть идея для твоих гостей. Дальше по клику на этот рекламный слой мы должны дать ему предложение, на котором будет очевидная и большая выгода. Да, мы хотим увеличение конверсии с 2% до 12% в 6 раз, и мы ее сделаем. Но нам придется за это заплатить уменьшением своей маржинальности. Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас в магазине покупали условно чаще черную икру, которая стоит дорого в продуктовом, то вот с помощью такого вычисления правильного покупателя, вычисления эмоций, которые он отреагирует, и давания ему скидки, мы эту конверсию увеличим. Но наша итоговая маржинальность будет немножко ниже. Но в итоге, вот я не сомневаюсь, что в самое ближайшее время мы получим какие-то умные инструменты на основе Callback Hunter и вот этой технологии, которая соединяет и звонит, и на основании вывода вот этого рекламного контента, которые обеспечат вот тот результат, о котором я говорю. Очень быстро, Леша, скажешь про мой прогноз. Я отчасти согласен, я бы еще здесь, наверное, добавил, с того позволения, что помимо конверсии в те же звонки, еще очень интересная тема – конверсия звонков в заказы. И здесь на самом деле тоже есть куда развиваться. То есть часто бывают какие-то технологии, они на отдельных сайтах уже реализованы, но масштабно еще не пошли в работу. На самом деле, когда идет звонок или когда человек сам звонит и задает буквально какой-нибудь вопрос про сайт или если, тем более, соединяется с таким сервисом, то можно оператору выводить информацию, а что человек смотрел на сайте. Если он звонит, говорит, а вы мне не посоветуете, проектор мне для презентации нужен, а мы видим, ага, он смотрел такую-то модель. Ему консультант говорит, знаете, у нас сейчас вообще очень хорошая есть модель, я бы порекомендовал. То есть человек еще не сказал, что ему понравилось, а ему как раз то же самое рекомендуют. Это очень сильно увеличивает конверсию звонка в продаже. То есть вот эти, может быть, 6 раз будут в 3 раза на сайте, плюс еще в 3 раза звонки в продажу увеличатся. Вот эта вот тема очень интересная. В общем, тема кроссовок с пружинками будет актуальной очень в 2015 году. Всех приглашаю присоединиться ко мне в Facebook и ко мне лично, и к Vipro. Пожалуйста, давайте дружить. Мы там часто выкладываем интересные материалы. Передаю слово Надежде. Давайте флешку. Спасибо. Спасибо. Пользуюсь паузой, чтобы ее заполнить. На самом деле могу еще добавить, что технологии развиваются. И вот коллеги из Яндекса говорили еще, сколько, почти 2 года назад, что сейчас уже задача не только ответить на запрос пользователю, нажал, набрал он генератор, ему показать нужный генератор. А еще и понять по всей совокупности данных, сравнивая с теми, кто искал генераторы, что вот этому человеку нужен генератор. И если Яндекс думает о том, как показать рекламу генераторов тому, кто еще не начал его искать, то видим, потом следующим шагом будет, что эту информацию можно будет продавать владельцу сайта, что в принципе даже без сайта, что просто вы узнаете от Яндекса, что вот этим людям завтра нужен будет генератор, и надо им завтра позвонить будет. В принципе, анализ больших объемов данных и выводы из них, они на самом деле достаточно интересны сейчас. Садитесь вы прямо вот сюда, допустим. Сейчас я тогда уже, я могу рассказать, есть инструменты, которые работают на конкретных сайтах, да. Можно будет уже там по окончании пару слов добавить. Спасибо, Денис, хорошо. Если нужно, еще раз представлюсь Надеждой Костолей, компанией Interactive. Сегодня как раз расскажу вам о том, тоже как сделать интернет-магазин более прибыльным. Ну и немного о нашей компании. Расскажу чуть-чуть совсем. На текущий момент у нас уже 17 офисов во всем мире, говорим уже на 19 языках, покрыли 43 территории. За прошлый год мы обработали 4% глобального утратка e-commerce, доставили 17 миллионов писем и обработали 3,5 миллиарда транзакций. Ну и ежегодно мы получаем премию в IT-технологиях, разработках и предпринимательских. Ну так, по-моему, скромненько. Сегодня как раз расскажу, уже это обсуждалось, о онлайн-эффективности, какие проблемы сталкивается интернет-магазин. Ну и разберем их на наших решениях. Как это все выглядит. И, само собой, самое интересное, покажу несколько кейсов наших клиентов. А вы чем занимаетесь? Конкретно я. Я занимаюсь внедрением уже нашего продукта в России. В прошлом году открылся в России офис. Соответственно, мы пришли на рынок России, чтобы помочь также российскому e-commerce поднять свои продажи, увеличить рост их. И с учетом того, чтобы не затрачивать именно самому владельцу сайту. Ну и что такое онлайн-эффективность, в принципе, все уже знают. Что нужно нам, чтобы увеличить, если мы хотим увеличить продажи? Мы тратим деньги на поиск, на оптимизацию, на новый трафик. Чтобы увеличить продажи, нам нужно убивать еще больше денег. Насколько это эффективно бывает? Насколько это окупается? Не всегда нам нравятся эти результаты. Ну, например, относительно недавно была шутка. В соцсетях ходила от крупного интернет-магазина «Товар для дома». Да, они рассказывали, что мы потратили 25 тысяч для того, чтобы продать научку за 5 тысяч. В принципе, с этим успехом они могли выйти просто на улицу, кому-нибудь ее подарить, и сверху еще 20 тысяч рублей. Ну, в принципе, та же эффективность была бы по затратам. Вот, соответственно, это маршрут стандартного пользователя. На сайте, да, он приходит к нам на сайт, доходит до просмотра товара, что с ним происходит, он уходит. Наши решения как раз задерживают на каждом этапе пользователя, мотивируют его именно к совершению транзакции. На данном этапе работает наш V-Assist. Я чуть позже расскажу более подробно по каждому решению. Другой пользователь может отвалиться на этапе корзины. Здесь работает наше второе решение V-Chat. Ну, и тот человек, который все-таки доходит до оформления корзины, он тоже может отвалиться. И это часто происходит, если посмотрели статистику. На этом этапе сработает наше еще одно решение V-Contact. Да, и вернет его обратно на сайт, чтобы он все-таки завершил свою покупку. Все становится прекрасно и замечательно. Да, и наше решение работает именно с тем трафиком, который, в принципе, ушел бы, да, если бы мы его не задержали. То есть 2% конверсии, на самом деле, средней конверсии сайта 2%, 15% это, наверное, будет что-то, ну, может быть, лет через 5, если честно. Пока российский уровень ЕКОМа еще до этого не дорос. Ну, и не только уровень ЕКОМа, сами пользователи еще не готовы. Да, в Европе сейчас около 80 продаж, по крайней мере, это фэшн, это дьюи, это продукты питания происходят именно через онлайн. То есть люди достаточно редко уже ходят в офлайн-магазины. Все практически продажи проходят через онлайн. То есть нам есть к чему стремиться, это, скорее всего, будет наше будущее. И на этот момент, наверное, уже конверсии будет 15% рассматриваться как в области фантастики. И это будет замечательно. Следующий сайт. Почему происходит, почему конверсия, почему люди все-таки приходят к нам на сайт и уходят. Это, соответственно, проблема низкой конверсии нашего сайта. Что происходит? То есть ковики не идеальные, могут приземлить, в принципе, пользователя на ту страницу с его поискового запроса. Множество устройств, в которых наш пользователь с вами заходит на сайт, как раз была затронута тема. Не все, к сожалению, сайты еще адаптированы. Сейчас очень много людей начинают покупать платшетов со смартфонов. Некоторые владельцы сайтов разрабатывают приложения, чтобы пользователям уже более удобно оформлять свои заказы. Но еще не все. Да, соответственно, еще главная проблема пользователя. Пользователь уже прибыли к тому, что он в интернете, у него большой выбор по даже понравившему товару среди магазинов, конкуренция, стоимость. Здесь с вами идет борьба за несчастным пользователем. Ну и, соответственно, самое разочарование у пользователя на этапе оформления – это какие-то некие незапланированные расходы в качестве, например, доставки. Так, наверное, не рассчитанным было бы в бюджет. Какие есть решения, которые вы хотели бы? Это работать с тем трафиком, который у нас получился. 2% трафика, который сами мы по себе купили. Еще бы прекрасно было бы 98 трафика комментировать в транзакции. Это прекрасно было. И самое волшебное – платить нашим поставщикам новых пользователей не за показы, не за клики, а именно за тех пользователей, которые именно купили. Не за всех подряд, которые просто пришли и посмотрели. Да, это есть, да, само собой. Как раз наше решение работает по модели CPA, именно оплата за действия. Мы работаем с трафиком, обрабатываем тех пользователей, которые в какой-то причине ушли. Да, мы их возвращаем вам на сайт и мотивируем купить им у вас здесь и сейчас. Да, и наше решение, в принципе, есть очень много компаний, которые также работают по системе CPA. Но знаю, что требуется, например, первый платеж для тестирования сайта. Да, им нужен некий бюджет, чтобы проверить конверсию. Некоторым требуется, чтобы разработали материалы. Да, все наши решения, все наши разработки, настройки делаются на нашей стороне, нашими специалистами. Поэтому с вашей стороны никаких затрат нет. То есть никакого рекламного бюджета не требуется закладывать, так как мы работаем и на процент вознаграждения, чем на каши. Пойдемте дальше. Самые интересные кейсы. Так, да, на этапе воронки нужно обязательно работать на каши. Здесь как раз, не знаю, насколько это видно, показываем, сколько процентов уходит с сайта, да, весь трафик тоже с вами. Можно провести, то есть параллель, что в нашем с вами оффлайн-магазине, да, хорошее место, хорошая проходимость, много людей к нам приходят с вами, смотрят что-то, выбирают, меряют, кладут в казину и доходят до кассы и уходят. Что мы с вами сделаем в этом случае, да, что сделают ваши консультанты, кассиры? Неужели они не остановят, не спросят, не предложат свою помощь? Кассиры нет. Консультанты? Консультанты может быть. Так, то же самое происходит на самом деле и в онлайн-бизнесе. То есть вы пока мерили, консультант уже подсказал, какой лучше подобрать размер, если, да, это, конечно, было в онлайне. Также нужно работать и в онлайне. Возможности, да, выживить туда живого человека нет, да, поэтому как раз наши решения работают на каждом этапе, помогают пользователю пройти к следующему этапу и завершить свою снипорку. Как можно работать с данным воронкой продаж, как раз вот на нашем схеме это видно, да, два процента в серединке, это как раз конверсия вашего сайта, да, средняя, в принципе, те люди, которые так купили бы. Далее начинается работа всех наших решений по этапам и охватывает оставшиеся 98 процентов. Вот как раз первый шаг, да, когда пользователь пришел с пусковика, например, я искала красные туфли, пришла на сайт, я не вижу, да, я вижу туфли, но красного цвета мне нужны, будем под платье, я, к сожалению, это не нашла. Я собираюсь, что я делаю, да, я пытаюсь закрыть сайт и вернуться к своей поисковой выдаче. В этот момент наше решение показывает поп-ап именно с красными туфлями. Классно, а как понять, что вы искали, что вы искали именно красные? Это уже понятно из моего поискового запроса. Я искала купить красные туфли. А, понял. Наш робот уже знает на тот момент, когда пользователь пришел на сайт. А почему сразу не показать красные туфли? Насчем ждать, пока уходить будет? Мы не мешаем ему, мы навязываем ему, да, то есть его поисковику, приземлил на страницу с товарами, да, которые он бы считал нужными. Не все они хорошо работают, не всегда у нас оптимизированы. Соответственно, наш поп-ап работает не с теми пользователями, которые собираются туда, не навязываем свой сервис. Это как раз вот тот момент, та грань, когда не нужно навязчиво ему просить позвонить, написать, не доставить все свои e-mail, а именно в тот критический момент, когда вот все. Либо все, либо ничего. Вот, соответственно, в поп-ап можно ввести свой еще поисковый запрос, он на основании вашего сайта сможет предложить товары, есть возможность прокручивать, формировать товарные рекомендации на основании пользователя сайта. Ну и, соответственно, все это замечательно гарантирует то, что пользователь находит нужный товар, повышает конверсию и снижает bounce rate, в нашем частности. Отлично. Следующий шаг, это на этапе уже просмотра корзины, как раз вот волшебная, сейчас очень популярная брошенная корзина отправка пользователям. Есть в двух вариантах, если пользователь не оставил свой e-mail, и на этапе, когда он собирается входить, мы его попросим. Оставь свой e-mail, мы тебе пришнем корзину, которую ты тщательно собирал, ты сможешь продолжить свою покупку в более удобное время. И второй вариант, если у нас с вами оформление корзины, заказ находится на одной страничке, да, короткая форма заказа, человек ввел свой e-mail и ушел с сайта. Может быть, он шопился на работе, пришел как раз начальнику, нужно было все свернуть. Вот, девушка, которая собирала себе отличный лук, просто все потеряло. Мы можем запомнить e-mail, скапчить, оставить, но как раз брошенную корзину, полностью установленную, с возможностью как раз продолжить свою покупку после того, что я тебе не буду показывать. Третий шаг – это как раз попал в последние надежды. У нас немного другого дизайна, да, он сделан именно в стиле сайта. Здесь, соответственно, пример товара фэшена, оденда, да, он с таким тикетом, отлично. Он мотивирует как раз пользователя на этапе того, когда он собирается уходить с момента оформления заказа. То есть, в принципе, один шаг остался. Что ему помешало, да, это вариант, например, доставка. Ну, не устроила цена, может быть, соответственно, может быть, еще какие-то некоторые причины. Мы здесь можем учитывать сумму корзины, например, да, предложить ему добавить еще товар, там, на 500 рублей, чтобы доставка была бесплатной. Либо предложить ему скидку, если мы видим, что на данной категории товаров мы можем ему предложить скидку. Это очень хорошо работает, люди такие у нас любят всякие плюшечки, и, соответственно, остается на сайте и продолжают в своем форме покупки. Как раз Retarget отличная вещь. Нас, она, это показ размещение баннеров, да, если пользователь не оставил свои e-mail, не захотел общаться с нашим чатом, что же делать, да, никаких контактов, ничего страшного, мы наконим на другом сайте, мы ему покажем прекрасный баннер, содержим его корзины, да, он сможет ее прокрутить, там есть как раз стрелочки. Если, либо там с теми товарами, которые он недавно смотрел, то есть именно персонализированный баннер, и вернет его как раз на сайт для того, чтобы он купил. Можно еще вопрос по ходу? Вот самое интересное в этой услуге, я не совсем понимаю, как они это делают в Лондоне, в этом прекрасном. Они за размещение этих баннеров не берут денег, они берут комиссию от будущей покупки. То ли у них какой-то инвестиционный бюджет, который позволяет, но если они говорят, что они 4% транзакции в мировом e-commerce обеспечивают, наверное, там хорошо все с инвестициями, я так предполагаю. В общем, это любопытнейшее явление вообще на рекламном рынке, не побоюсь этого слова, когда поставщик услуги говорит, денег не надо, я вкладываю деньги в твое продвижение, ты мне просто заплати там столько-то процентов. Кстати, проценты они берут там какие-то совершенно тоже копеечные, уникальное явление. Ну, как бы оно достойно того, чтобы его отдельно прокомментировать. Ну, как бы у мая продажа работает? То есть если продажа вне корзины, считается, надежда ответит. Смотря какое целевое действие, мы работаем на целевое действие. Да, есть целевое действие – это получить корзину оформления, есть целевое действие – получить e-mail, есть целевое действие… Ну, за e-mail, процента чего там брать? Там же неизвестна стоимость покупки. Это CPL – это фиксированная ставка. А CPL – это процент, CPL – это, соответственно, фикс. А что делать, если наши хитрые джентльмены договорятся с вашими джентльменами о том, что оплата идет за корзины, но по факту 80% будут заказывать через звонок. То есть возвращаться в корзину, звонить и заказывать, как у нас часто бывает, если корзину сложно оформить. У нас же очень большой процент у многих магазинов по звонкам. Вы их считать не будете, но возвращать будете. То есть как бы получится на халяву. Мы, на самом деле, работаем на честность, мы верим вам полностью. Тут-то нашим джентльменам-то и поперло. Да, они верят. Они работают в 19 странах мира и как бы… Россия – это хорошее исключение. К чему исключение? Нет, Ром, я не согласен. Россия, на самом деле, за два года, точнее, за год уже показали огромные темпы роста по всем нашим отделам и очень хорошие надежды на это. Так что не стоит покорять Россию. Россия прекрасна, есть честные люди. Вы думаете, что все-таки можно… Вот, на самом деле, при работе с нашим клиентом, они все, правда, работают с нами на честность. Когда честный мы, да. Такой вопрос. Есть такое понятие «надажа» – потребительский экстремизм. Это когда человек отказывается что-то покупать. Без скидки, без заполнительных каких-то брюшек, когда это вытягивает маржинальность из компании. Вот вы говорили, что догоняете человека скидкой, да? То есть, вот вы не боитесь, что там через пять лет вы вас воспитаете по количеству истребителей, которые у вас будут готовы к примесению экстремизма. А помните, недавно ходила отличная статистика по тому, что покупатель у нас привлечен, а окупатель начинает со второй покупки. Почему бы мы им предложили скидку на вторую покупку? Мы с вами двух зайцев объем. Как если вы догоняете первую покупку? Мы сейчас разберем на кейсе, я вам покажу. Давайте, пойдем. Если сайт, например, посвящен сфере услуг и оплата происходит не путем электронных вычтений денег, а путем договора по безналу, как вы отслеживаете заключенный договор с клиентом или нет? Как это аккоративно, в принципе, на сайте такого явления нет? Хорошо, фиксируется либо оформление заявки, да? То есть действие конкретно? Действие конкретно. То есть сама концепция дорожится, работаем за процент от ружья? Это как раз и фикс теперь. То есть мы с вами можем работать, например, за оформленную заявку, да, которая будет стоить н рублей, да, за одну заявку качественно. Но это литрогенерация, я просто. Ну, литрогенерация, каждая своя есть. Давайте дадим детали тогда, значит, русская кейс, да? Надежде, надежде. Надежде, да. Можно как? Как удобно. Окей. Итак, соответственно, четвертый шаг, да, мы его поймали уже на стороннем сайте, вернули, и он, соответственно, произвел транзакцию. Да, все это замечательно работает, если у нас с вами целевой трафик приходит. Тот, который может купить, позволить товар этот купить, тот, которому это действительно интересно, а не тот человек, который кликнул на баннер, не понимаете, и попал совершенно не на ту страницу. Да, вот. Соответственно, наше одно из решений как раз предлагает именно привлечение, именно целевого трафика, основа 8 ключевых словах, на соцдеме, подбирает именно тематические сайты. Есть очень много интересных таргетов, которые в России еще нет. Используем как и бигдат, да, их знания, лук и лайки, любимые вещи, с теми новые, новые, новые слова сейчас. Единственное, что именно привлечение нового трафика идет у нас по модели CPM, но CPM у нас выходит на выход CPO, то есть именно целевое действие. У нас с вами есть расчет за CPM, за количество показов, но мы изначально с вами ставим таргет ставки на то, чтобы был выход на количество контактов, на стоимость контактов. Действие, которое... И как раз вот интересные кейсы на примере двух наших решений. Данного клиента, соответственно, был большой процент, чуть больше, 93% посетителей, которые доходили до корзины и не завершали транзакцию. И, соответственно, мы с клиентом побеседовали, узнали, что более 33% пользователей с удовольствием оставляют e-mail, предложили ему базовую поставить решение биконтакт. Это брошенная корзина, восстановленная корзина. И статистика, соответственно, по компании составила, что open rate по письму, открытие, чтение, 46%, 42% это CTR, то есть тех людей, которые открыли, перешли к нему на сайт для того, чтобы завершить транзакцию. И 36% конверсии с этого письма. Результатом за три месяца мы подняли на 10% распродаж и добавили еще в копилку на 2 миллиона рублей. Вот так. Следующий соответственный кейс это по чату. Здесь как раз стоял уже векон, брошенный корзин, который приносил 25% конверсии. Мы на этом не останавливаемся и, соответственно, мы оптимизируем и хотим, чтобы клиенту приносили все больше и больше доходов в наши решения. Соответственно, так как мы уже с теми пользователя, которые оставляли контакт, мы уже работали, решили работать с теми пользователя, которые не оставляли контакт. Поэтому поставили бичат на странице. Оно, соответственно, появляется в тот момент, когда человек собирается уходить, то есть критический момент. И ему предлагали скидку как раз на вторую покупку. То есть мотивировали закончить эту покупку, еще вернуться, совершить вторую. Соответственно, эффективность за первую неделю составилась в плюс 30% просто ко всем решениям нашим. И за две недели оставшись еще 70%. Эти цифры реальность, статистику, если интересно, мы можем с удовольствием более подробно предоставить. Ну и резюмируя все, что у нас выше сказано, обязательно нужно использовать решения, которые повышают вашу продажу и не увеличивают при этом большие затраты. Наши решения как раз этим и занимаются. Мы нацелены на то, чтобы именно ваши продажи росли, вы не падали в маржинальности и при этом минимально просто даже затрачивали ручного труда. Спасибо большое. Да, и что такое, дима Слайд в интернет-бизнесе. Спасибо за покупку. В моем случае спасибо вам большое за внимание. Обращайтесь. В зале сидит мой коллега. Можно к нему тоже задать вопросы. Большое спасибо, да. Тогда, я думаю, можно вопросы? Я думаю, может быть, уже в час в порядке, потому что мы, де-факт, уже превысили наш лимит. Здесь у нас еще будет время, поэтому... Да, большое спасибо. Олег, ну, ты довольна сегодняшней. Конечно, я доволен. Тема, которую мы обсуждали, на самом деле сложнейшая. Я всячески пытался как-то ее доступным языком, понятным для всех донести. Надеюсь, что удалось. Буду рад вашим любым отзывам в Фейсбуке. Можно мне просто написать. У меня, к сожалению, нет визиток. Я включу потом все мои координаты. Татьяна, все вас ушло, чтобы вы получите все... Может, так взять мою визитку? Отдельное спасибо Алексею. Он прекрасно оппонировал. Спасибо вам за все ваши вопросы. У вас еще есть розыгрыш, но как всегда... Ну, если так было, то маловато, поэтому я предлагаю Олегу... Да, Олег, и вы выберете любого человека, который задал ваше мнение интересный вопрос или его позиция была наиболее активна, мы вручим ему книжку от нашего проекта. Прошу вручить эту книжку Алексею Иванову. С удовольствием. Спасибо. Надеюсь, будет полезно. Спасибо. А можно я себе еще добавлю? Пару слов. Во-первых, я все время был голосом за кадром. Прости, наболела. Сюда даже на стул. Ладно, вы все-таки не уходите. Я здесь, я здесь. Я не кусаюсь. На самом деле, я все-таки как оппонент, хочу сказать, что от всех разработчиков, всех решений, звучит, что самое лучшее решение никто никогда не скажет, что у нас там 18-е по качеству и так себе работает кривенько. У нас один из клиентов недавно как раз одну штуку запустил, известную тоже на рынке, ужасно работает. Нам, правда, потом разработчики признали, что пока там, ну, так работает. Поэтому, как бы не хотелось найти идеальное решение, как бы не хотелось найти людей, которые все бесплатно быстро настроят, все равно бизнесу самое сложное, это на самом деле надо понять своего клиента, вникнуть, понять людей этих, их психологию, их потребности, понять, как с ними строить, собственно, коммуникацию, там, коммуникация на сайте, это один из элементов этой коммуникации, вот эту часть понять, и, собственно, выбрать эти решения и потом суметь еще оценить, какой из них хорошо работает или нет. Поэтому все-таки я считаю, что инструменты будут безумно активно развиваться в этом году, но выиграет тот, кто вместе с этими инструментами еще мозг включит, пока остальные просто надеются на инструменты. Это самое сложное, и вот я думаю, что вот это вот... В общем, простыми словами, не ставьте себе HeadHunter за 8 минут, то есть не HeadHunter, а CallbackHunter, то, что они все рекламируют, там, две минуты, и наш инструмент на вашем сайте эффективно работает, не торопитесь. Либо сами почитайте книжки, которые я в самом начале приносил, либо нанимайте каких-то экспертов, консультантов, звоните нашему прекрасному Константину Верченко, звоните Алексею, звоните мне, и мы будем вместе выдумывать для вас те инструменты, которые конкретно для вашего сайта Надежды, прежде всего, в Лондон, и в Россию, они, кстати, в Москве, да. Ну, мы партнеры Надежды, поэтому все их услуги можно заказать у нас в том числе, можно напрямую. Как вам? Нет, нет, никаких накруток нет. На самом деле, инструменты фабилия, и как их правильно использовать, это большая проблема будет. В общем, еще раз всем спасибо. Спасибо, добрый год. Спасибо.